И все такие на меня смотрят как на полубога, знаешь, кто-то завидует, кто-то радуется. Тысячи и тысячи физически соприкоснулись через тебя с йогой. С хатха-йогой я уже встретился в том же 94-м году уже в самом аше. Рынок йогов сейчас переполнен. Я построил себе там хижину на камушке и в ней живу в принципе. Когда ты делаешь йогу регулярно, ты иногда просто теряешь понимание того, сколько на самом деле она дает. Если бы я это сделал внизу, то мое бы тело, оно бы сгорело бы просто. Предложи лист, воды, фрукт, плод. Я приму. То есть Господь, он же такой простой. Взял из какого-то артрама две подружки, привязал их себе на голову. Одну на левую, другую на правую, обмотал их. Реально можешь быть такой, я же такой классный. Я уже как йог вот с той картинки. Это были хвосты отломанных скорпионов. Их не я. И он мне смешал, поджог мне, давай, говорит, делай вдох. На уровне тела, на уровне ума, на уровне вот этой приподнятости духа. Стать бескорыстным, постоянным, непривязанным. Именно эти качества позволяют, чтобы семя знания взошло. Так. Как меня слышно? Всем добра и равновесие. Слышно замечательно. Ари, ари. Добра и равновесие очень поможет. Представляешь, буквально за две минуты до начала эфира. То, что обезьяны обычно здесь не делают, они не нападают на местных жителей. Они умудрились побежать на матушку, которая убирает здесь пол в храмовом помещении. Хотя она с палкой и с тряпкой. И по идее она, ну, в общем, не лыком шита. Поэтому я надеюсь, что мое расположение с компьютером не привлечет сильных вниманий. Я тебя очень рад видеть. Я несколько слов скажу про тебя, потому что для тех, кто сегодня пришел послушать, знаю уже, что их ожидает. Для них, наверное, не новость. Для тех, для кого ты личность новая, важно хотя бы несколько слов сказать. Потому что рынок йогов сейчас переполнен, но йоги, которые глубоко-глубоко изучают, практикуют, реально практикуют, реально имеют строгую садану, реально делают это вот уже более... Это, наверное, 30 лет, по-моему, у тебя сейчас будет, да, юбилей? С 94-го года где-то ты начал. Да. Можно сказать так. Так, второе рождение. Да, да, 30 еще, как этот, тот самый символ. И за плечами у тебя глубокое изучение священных писаний, реально аскетичного образ жизни, когда ты уходил в ашраме, в монастыри, в пещеры. Ты действительно практиковал и уходил глубоко, а не только, знаешь, как бывает, по банке с медом ползать вокруг. Вроде бы близко, максимально близко, но от вкуса далеко. Поэтому я очень жду этой возможности пообщаться, знаю, что тысячи и тысячи и тысячи физически соприкоснулись через тебя с йогой. Что-то там 80 тысяч или какое-то такое количество онлайн людей проходили те или иные какие-то курсы, уроки с тобой. Поэтому это тот редкий случай, когда у тебя есть, безусловно, глубина, и при этом тебе удалось быть во всех смыслах адекватным человеком для мира для того, чтобы передавать вкус еще к этому знанию. Поэтому спасибо тебе за все это. Чтобы хоть немножко твои голосовые связки прогреть, ты сейчас на Бали дома или откуда ты проводишь эфир? Да, я в нашем родном Убудске. Убуд все здесь, все те же, все там же. Постоянство, на фоне которого вечные изменения. В целом в этом есть прекрасность этого острова. Здесь все находится в равновесии. И очень сложно себе испортить настроение. Нужно пытаться, наверное, читать какие-то гневные мандры, ссориться со всеми, чтобы осквернить свое состояние ума. Вот сколько человек обычный, какой-то материалист, должен прилагать усилия, чтобы досадко добраться. Здесь вот наоборот нужно, чтобы до томосятина дотянуться. Нужно интенсивно себя чем-то шлаковать каким-то деструктивным контентом. Потому что на Бали все цветет, все прекрасно, очень много позитивных, созидательных людей. И это немножко напоминает даже такую райскую планету. И в целом я поэтому и выбрал этот остров, чтобы, как говорится, можно буабапы в пустыне вырастить, но нужно много воды-то подвозить. Здесь семечко бросил, и оно шратка быстро растет. Но в то же время очень много сорняков, очень много тоже разных течений, явлений. И вот, поэтому можно и заблудиться. Тут равновесие, конечно. Я хочу немножко с тобой вдохновением поделиться утренним. И в каком-то смысле, как это, конфессион? Что-то вроде исповеди. Вот мы знаем сейчас, как с тобой, как в том фильме, открылась такая шторка. Я хочу поделиться с тобой кое-что. Ну, во-первых, лет 10, наверное, с небольшим я практикую йогу. И я не просто так сейчас немного на себя внимания отведу, только для того, чтобы подсветить важность того, что ты делаешь, и некой такой темы, через призму, которую мы будем смотреть, тему йоги и разных уровней, типов йоги. И высочайшего смысла йоги. И представляешь, вот в одно время я соприкоснулся с аштангой йогой, с бхакти-йогой. И в течение 10 лет очень активно я в том числе поддерживал тело. Но потом родился один сын, родился второй сын. И вот уже, наверное, два года, то, что касается физической части, астаны, пранаямы, они потихонечку просто выжимались из режима дня теми или иными событиями. Любой, кто семейный человек, он поймет, о чем я. Плюс к этому есть какая-то утренняя именно духовная практика, которую я как обед исследую. И я просто понимаю, что я уже много раз пытался завести заново мотор, но вот какая-то махина времени, инерции, процессов, привычек, в которых я уже оказался. И я понимаю, что вот все уже и здесь начинает болеть, и вот здесь вот от того, что носишь ребенка на плечах, который полюбил, чтобы 20 килограмм вот здесь сидели, и периодически, значит, он так изучает мир. И я понимаю, что вот все уже не срастается. Ты представляешь, какое чудо? Вдруг, вдруг, не, я знал, что он приезжает, Бхактив Генгу с вами, духовный учитель, я знал, что он приезжает сюда на Гавашхан. Во-первых, мы чудом оказались неподалеку, вот в той area, да, Бридж-Васундра, где он остановился. И приехав, я следующее утро заметил, но я был снова с детьми, чем-то занят, я заметил, что он куда-то проходит. И было видно, ну, с ковриком или что-то такое, я подумал, так. И представляешь, оказывается, они ежедневно практикуют полтора часа, с 7.30 до 9. В доме позади того, где я живу, на третьем этаже, на крыше, всего 4 человека. Сегодня, значит, в подмассане мы сначала 30-40 минут дышали разное дыхание, потом делали асаны. Каруна, ты не понимаешь, я пришел домой, мне жена сказала, слушай, у тебя какое-то измененное сознание, я готов подписаться под этим. Когда ты делаешь йогу регулярно, ты иногда просто теряешь понимание того, сколько на самом деле она дает. На уровне тела, на уровне ума, на уровне вот этого приподнятости духа. И иногда вот нужно немножко, как ты сказал это слово, в томасятина свалиться, для того, чтобы потом, когда это снова с тобой происходит, ощутить в полной мере, какое йога чудо. Поэтому вот это мое маленькое служение и попытка поблагодарить тебя за то, что ты стольким людям помог соприкоснуться с йогой, вдохнуть в них в буквальном смысле жизнь через йогу. Ну так ладно, все, теперь слово тебе, для меня прям честь, честь общаться с тобой, поскольку все равно есть те, кто еще только узнают тебя, как все это произошло. 94-й год это такое время для, только-только еще Советский Союз распался, я уж не знаю, наверное, это что, это Сидерские Лапы, это какие-нибудь твои современники в то время были? Я их еще в то время не знал, безусловно. Первое мое соприкосновение с йогой, это было, конечно, я получил Багавадгиту, но вот с хатха-йогой я уже встретился в том же 94-м году, уже в самом ашке. У меня один старый монах, битовец, познакомил с тибетскими ламами и потом начал объяснять мне Рудьяна Банку, вакуумные оттягивания, какие-то подробности, и я все это суммировал, там начал заниматься регулярно, такие были времена. Ну, 94-й год, безусловно, тогда не было никакой литературы, это эпоха до интернета, еще не то что эпоха до него, еще даже никто не знал, что она вообще будет существовать, только телефоны, можно сказать, еще и педжеров не было. Вот, и люди, в принципе, пытались на обломках вот этого постсоветского пространства найти какие-то рукописи, все это было в переводе каких-то ученых, санскритологов, да, и ты их на корявом языке пытался понять, это было очень сложно. В целом, конечно же, мы все брали дословно, как оно есть, пытались говорить с английского на русский. Извини, вот понимаешь, это культура, он же не понимает русский язык от слова совсем, но когда идет катха, они приучены, что если они видят святое изображение, если они видят святого человека, саду, они садятся слушать, представляешь? То есть это у них в генах есть, что вот важно слушать, хотя они играли в крикет, ну, можешь представить, вот что это за земля, где до сих пор в генах есть вот это вот ощущение? Ну, это врач, это в риджабасе. Да, хотя бы на минуту, надо подпихнуть. Прости, продолжай, да, санскрит и... Это люди, которые уже, можно сказать, в проеджине живут уже, как как Гунатда с Госвами. Они в спонтанном режиме, если слышат где-то катху, что-то там, какое-то додавение, цветовое имя, они сразу все бросают и стремительно свои сердца туда несут. В целом, в наше время, 94-й год, это вот только Чечня, можно сказать, еще не началась. И вот этот такой постсоветский синдром, где все ломается, одно кончилось, новое не началось. И, в принципе, я рад, что я именно воплотился уже в сознательном периоде, где-то мне было лет 17. В то время я уже такой был много более осознан человек, относительно, конечно. Вот. И мне попались священные писания. Все это, конечно, было вначале непонятно. Я пытался их где-то недели две просто вообще самому как-то вникнуть во все. Потом мне начал разъяснять какой-то старший товарищ, который уже более-менее что-то делал. В целом, я все равно ничего не понимал, но две недели я эти вкладывал в себя. Потом на два месяца вообще абстрагировался от аудитории. И в целом потом я понял, что если я хочу создать что-то уникальное, да, нужна лаборатория для этого. Если я хочу создать там какой-нибудь космический корабль, для этого нужны люди, ученые. И, соответственно, я поехал в Ашрам, в то время это было сознание Кришны, постсоветское пространство, куда мы все съезжались. И это было очень уникальное время. Я уехал в Литву, и там начал интенсивно уже заниматься хатха-йогой, познакомился с преданными, которые уже занимались. Отфильтровывалось очень много таких единомышленников интересных. Конечно, это можно было назвать, если бы это не было соприкасано, соприкасалось с преданностью в моем индивидуальном сознании. Это была такая практика, именно такой микс йоги, какой-то гьяны. Но так как я соприкасался с такой реальностью сампродаи и искренних преданных, все это использовалось именно в осознанности. Я не засыпал по утрам, как все, потому что йога меня ободрила. Она давала мне какую-то бдительность, стойкость, концентрацию в чтении Махаманта. И в целом потом я начал других там своих преданных передавать своим друзьям. И как-то мы так обменивались. В то время не было информации, и все это было... Извини, пожалуйста, маленькую короткую вещь вставлю, но капельку задержка идет. Спасибо большое, что ты прям вот в полном комплекте таких йогических терминов. И я понимаю, что нам с тобой как бы и не нужно их переводить. Но я знаю, что многие из тех, кто сегодня присутствуют, для них это... Ну, для кого-то прям начало пути, для кого-то середина пути, для кого-то это развитие в рамках православной или мусульманской традиции. И давайте говоримся, что если мы будем называть термины типа йога... Ну ладно, йога, наверное, более-менее на слуху, но бьяна, сам прадая... Мы прям будем давать какую-то дефиницию, определение, чтобы... Все, я тогда могу вообще избегать этих терминов. Будет так даже лучше, потому что я больше так вот рассчитываю на твою аудиторию, да. Предполагаю, что ты сейчас в Гавардхане, во Вриндаване и... Да, это предоятно. Поэтому я так немного адаптирую для их понимания. Но в целом, конечно, это был 94-й год, и тогда всякие распечатки, которые попадались нам в руку, начиная от хатха-йога Прадибика, йога Дахшана, какие-то переводы, все мы эти книги, священные тексты пытались перевести и практиковать, как оно было написано напрямую. То есть там задержка была на 60 секунд начинающим, как там было написано, первый уровень, на 16 вдох. И на 32 потом пауза, после выдоха еще. И вот я вот непосредственно пытался это все воссоздать. Безусловно, все это кончалось очень сильной отдышкой, сердцебиением, потому что не было понимания анатомического вот этого целостного восприятия. И не было людей, литературы, как вот, допустим, сейчас люди. Прямо набрал какое-то слово, и ты получил огромный объем любой информации. Тогда все это проходило через личный опыт, через гипервентиляцию головного мозга, да, спазмы, судороги. Безусловно, многие не дошли, многие остались на полпути со сердечными приступами, потому что реально не было никакой информации, и ломали себе и связки, и фотосов каких-то, суставов. Безусловно, я немножко с этим коснулся, но я все время был на ощущениях, и поэтому как только какой-то запах появлялся, какой-то боли, да, это была для меня сигнализация сразу же, что мне туда идти не надо. Как, допустим, вот если бы у нас не было боли в организме, мы бы так бы и шли до последнего, да, и нам никто бы не сигнализировал, что мы идем не в том направлении. Там, наверное, бы сидели в этом лотосе, пока у нас там колено бы не анимело полностью, нам, наверное, играться бы не нужно было делать. Но была минимальная боли, я сразу же так понимал, она сигнализация, значит, мне туда идти не надо. Также и в тонком теле у нас тоже есть такая сигнализация, которая показывает нам, что вот сейчас есть гнев, да, есть там жадность, есть какие-то внутренние качества и дисгармония какая-то в сердце, соответственно, ты не удойдешь. Все просто, как Арджуна когда спросил, как мне понять этот процесс, Кришна сказал, этот процесс радостный, это вот индикатор на пути к акте. Если ты испытываешь радость, вот куда, значит, ты правильно идешь. В целом и в йоге тоже так же, это и одно и то же. Вот, и я избегал все эти вот моменты, не доводился до процессов каких-то, как многие в то время, потому что не было никакой темной информации полностью. Тогда еще только вот я встречал еще преданных, которые отсидели, у меня был друг один, который отсидел прям в тихушке 6 или 7 лет за йогу. Вот, и это его посадили в 84-м году, по-моему, в 82-м. Да, и вот он, кажется, делал 6-7 лет, пока там Горбачев потом не пришел. Слушай, представляешь, ты сейчас упомянул, я маленький тизер сделаю, потому что я даже не выводил его фотографию, а 19 октября у меня будет возможность пообщаться с человеком, который практикует уже более 40 лет, и вот он как раз был одним из тех, кто просто за изучение йоги, за веру, вот в то время, где официально религия была безбожия, его провели и по психбольницам, и по психотерапии, и закалывали вот этой историей, и преследовали КГБ, и конфисковывали вот эти труды. То есть это вот люди, которые действительно прошли ад за просто возможность то, что... Ты можешь себе представить, мы сейчас выходим в любом городе, в бей-йога, и тебе открывается, ну если это мегаполис, я не знаю, там до 120, до 150-200 центров, где можно углубленно практиковать йогу, я уж не говорил про фитнес-клубы и так далее, а было время, когда вот только так, из-под полы, сканируя, рискуя, как ты сейчас описал, то есть без прямой передачи знаний, по теории, пытаясь вот просто в чистом виде это сделать с какими-то делами. В свое время даже распространяли священные писания через телефонную будку. Подходишь, она, в принципе, у тебя на руки написана, или отпечатанная там в двух экземплярах, потому что печать была тоже очень сложная, и ты ее клал в телефонную будку и прятался, сидел так на скамеечке, и потихонечку наблюдал, кто подойдет в телефонную будку и возьмет ее бесплатно. И какой-нибудь человек брал ее, ты за ним следишь, смотришь, где он живет, и потом периодически отслеживаешь его барширот, и где-то в метро к нему так посаживаешься, и так назначаешь, йога, йога, something, 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 он такой, и он такой раз поворачивается к тебе, оп, и ты, йога, йога, опа, и вы такие поймали, и приглашаешь его сразу же, ну и вместе начинаете более глубленно практиковать. И как раз вот был преданный один йога, его тоже постоянно предупреждали, как бы несколько раз, и в целом он потом все равно, после двух лет условных, годы, которые ему дали, он все равно напечатал 100 книг, и на Красной площади так вот всех распространил, крича в святое имя и про йогу, и, соответственно, за ним сразу же поехали полицейские, и он по всяким подвалам там пытался от них уйти, но его поймали и посадили в психушку. И там он все равно продолжал, его начали всякими шпиговать аппаратами военными, этими психическими препаратами советскими, вот на нем испытывать. Но он все равно не сдавался, практиковал йогу, объяснял психом, ну и главврач посмотрел, а думает, что-то какое-то вроде вменяемое, вроде и не совсем. И его в отдельную палату пригласила, и начала над ним исследовать, хотел диссертанскую свою защитить. И писала, писала научную работу о нем, и в целом она начала приносить ему продукты, чтобы он вдохновлялся больше, что-то кушал, она отменила ему препараты, витамины начал давать, и так она 6 лет писала, писала, в конце концов там потом его отпустили, ну там и сделали амнистию, они поженились и начали вместе это делать, со зла врачом. Я, кстати, в Таиланде лет 8 назад сейчас встречал. Это еще с тех годов. Небольшой этот лэг идет с задержкой. Я хочу просто подчеркнуть, и, знаешь, мысленно поблагодарить, потому что мы не можем себе представить, имея тот доступ к информации, к знанию о йоге, который сейчас, как это, мы это как само собой разумеем, разумеющиеся принимаем, что были те, кто вот еще каких-то 40, даже 30 лет назад, ну, наверное, 40 вот особенно было, вот это странное время, когда буквально просто за то, что у тебя сердце отвлекалось навстречу йоге, буквально за то, что ты реально чувствовал, что ты душа, ты хочешь изучать, ты хочешь искать отношения с Богом, одно это было достаточным, чтобы тебя могли, ну, вот как бы крестно тебе ставить, делать тебе с Богом. Сибирная Корея, да, прям в один-в-один, нельзя было подрывать потенциал людей своим непонятным примером. У тебя, у тебя случаи интересные, потому что, соответственно, у тебя вот был какой-то вот этот момент, не то чтобы момент распутия, потому что у тебя, очевидно, есть такие две рельсы, что ли, по которым ты шел, некое каноническое изучение аштанга йоги, каноническое изучение бхакти йоги, при этом очевидно, что ты в каком-то смысле сплетал это в некий симбиоз, и продолжаешь, ну, являть это миру, мы с тобой сейчас говорим о йоге, у тебя позади, там, ряд Госвами на изображениях. Давай немножко туда вот уйдем, в этот момент жизни, когда стала манить вот эта идея ашрама в пещер, потому что ты теоретически мог бы сохранять такой более, ну, цивилизованный, что ли, образ жизни, изучать тексты, делиться, может быть, там, ходить на работу, как все, еще что-то, еще что-то. Вот этот момент, когда ты начал ездить по пещерам, в целом, как это было? День, два, или, может быть, месяц? То есть, что это был за период, и какие ты перед собой цели? Я, конечно, являюсь плохим примером для подражания, можно просто следовать чему-то, потому что я был зачат в другое время, в другую эпоху, и то, что я сейчас немножко расскажу, это был такой шок-контент в моей жизни для современных людей. В 94-м году, когда я понял, что я не являюсь этим телом, что я душа, я это четко понял, я, прочитав Бхагавадгиту, уехал тотально жить в Ашрам, принял там обед отшельничества, не стал саньяси, конечно, просто брахмачарьем, и жил там около пяти лет. Распространял священное писание, практиковал йогу при этом постоянно, ездил по Европе, в основном я базировался в Литве, потом мы с Гавиндой Махараджан вместе путешествовали, в акцентрине Гавиндой Махараджан. Потом в Казахстан я уехал, там два года прожил, там тоже практиковал. И после этого я понял, что нужно обращаться к корням истины, и уехал непосредственно уже в 99-й год, приблизительно, да. И остался там на 15 лет не уезжать, все бросил. Еще года три я пожил в Ашраме, потом они поняли, что лучше мне жить за пределами, потому что у меня были все документы в порядке в то время. Подробностей говорить не буду, у меня вообще не было. Ну, в то время, эпоха такая была, что никому ничего не надо было. Я пытался что-то сделать, но это было сложно, потому что и мне не давали их, видите, мне виза. И я так не хотел возвращаться в Россию, что мое сердце полностью было сплавлено с Индией, потому что для меня это было не географическое состояние. И я остался во Бриндавне, четыре года там прожил, на Ракакунде. Какое-то время Утха-Вакун, у меня там водокачка была, я на ней жил, воду раздавал, там где-то год, солнце, жара, все, все, прошел все Бриндавнские испытания, не знаю, как мое тело удерживало там, Но все это йога меня в балансе держала, так бы я бы там перегорел бы. А тебе нужно? Я думаю, это нужно людям знать, потому что Бриндавн это место, где один из самых больших контрастов температур. Летом здесь жаркое время, что там, по-моему, до 50 градусов. Я был на 52 один раз, и это было, конечно, изнутри и снаружи, особенно первые года, когда я ел манго, я не знал об этом, а у меня еще сильнее тело разогревалось в жару. Манго начинало выгонять кипит. Ага, я чувствую, что намного еще таких историй сегодня предстоит услышать. Давайте дадим ему какое-то время. Может быть, или телефон перегрелся, или нужно поставить на подзарядку. У меня пока есть возможность, я небольшую техническую информацию проговорю, что в течение эфира вы можете делиться тем, что вас отвлекается. Я вижу, что здесь и Ольга, и Светлана появились из тех, кто нам уже давно очевидно относится учителю. Для всех остальных тоже предложу эту дорожку. В экране сообщение в канале «Вдохни, жизнь по новому» можно прямо в комментариях оставлять какой-то текст, сообщение, если у вас что-то отвлекается, какие-то вещи глубоко заходят в сердце. или наоборот, если у вас есть желание задать какие-то вопросы, то также можно это сделать в этой части. И вот этот гость 19-го числа, который будет тоже в эфире, там даже есть некоторые нюансы, то есть мы не могли в полной мере афишировать его в этом общем постере, как мы обычно делаем, но это человек, который буквально прошел вот то, что описывал Коруна, и в его случае это потом было еще и служение в пищежизни, это был захват боевиками, в общем, там была целая эпопея. Иногда просто потому, что мы вскорблены новостями и каналами такими новостными, где понятно, какая повестка грустная, мы не знаем, что вот эти герои, они на самом деле живут среди нас, то есть огромное количество людей, которые ежедневно своим путем показывали реальный подвиг, и то, что у нас есть возможность соприкасаться с ними, перенимать вот этот живой опыт, это большая удача. Видите, у меня увеличивается количество детей, разговора, на которые хотят и послушать, и показать себя. Да, вот я вижу, что Светлана пишет, как же повезло нашим детям, что они узнали об Индии йоге, не так, как мы в СССР в 80-е или 90-е годы, а вот, я так понимаю, уже здесь и сейчас. Но, вы знаете, в этом удивительная изюминка. те практики достигали в разы, в десятки, в сотни раз большего эффекта. Почему? Потому что они это ценили как невероятно что. То есть, они понимали это буквально как мана небесная, они ценили каждую возможность сделать пранаяму, каждую возможность сесть и повторять Святое Имя. И благодаря вот этой интенсивности их практика достигала такого фокуса. Когда мы приходим в зал, мы зачастую возьмем телефон, поковыряемся в ногтях, делая какую-нибудь позу, видя что-то у себя на ноге. То есть, внимание рассеянное. А тогда интенсивность была настолько сильная, что она приковывала внимание, они хватались за практику, за реальное спасение в этом мире. Мы остановились на той части, где манга, который был в 50-ти градусную жару, который по своей структуре еще и очень сильно разогребывающий фрукт. Вспомнишь, на чем ты остановился тогда? Сможешь подхватить? Да, это мои первые шаги, можно сказать, в Индии. Они были абсолютно основаны на моем эмпирическом таком познании, потому что сейчас можно человек набрать в интернете и все узнать об этом. Все это раньше проходилось через свой личный опыт. Безусловно, йоги, которые населяли все эти места, они вдохновляли своим примером и зажигали энтузиазмом, потому что когда ты общаешься с теми, кто знает, где искать, соответственно, ты пропитываешься этим. И этих людей ты только можешь встретить в 4 утра, в 3.30. они очень рано вставали, обычно эти обходы парикарные, и ты их встречаешь, этих садху, реальных йогов до 5.30, их на улице уже никогда нету, они уже все заняты, но какие-то моменты из одного храма в другой, когда они переходят где-то, ты их можешь в этот момент встретить, пообщаться с ними. Я выучил хинди, соответственно, мне было очень-то проще как-то с ними взаимодействовать, получать знания непосредственно. Жара, эти перепады климатические закаляли меня, конечно, но в то же время я почувствовал, что нужно идти в какой-то такой индивидуальный поиск, я попал в зону комфорта, в рендавне все предсказуемо, и на самом деле многие вайшнабы, и сам мне учитель тоже сказал, говорит, в рендавне лучше не живи, а то притупится в твое внимание, вкус потеряешь, лучше в разруке будь с этим местом, и на расстоянии, пахтай свою пхаву, свое состояние от этого преданности и свой баджан, йогу делай не здесь, а в другом месте. Я вот в Матхурии в основном всегда останавливаюсь и езжу во рендавне, но я никогда во рендавне даже не ночую. И такой был пример очень такой, даже я хочу в период учителя залезть, жить там непосредственно в самом сердце. Это самого прекрасного места. И я поехал в Гималайя, и какое-то время там пожил. Вот это был такой период, где интенсив, я избавился от всех документов, в основном я общался только с местными, когда не было никаких русских паломников, где-то 2002, 2003 год. и в то время вот как раз я постоянно жил в Чарльдхам, Чарльдхам, это Ганготри, Емунотри, Бадренат, Кедарнат, и я вот между ними постоянно ездил, по ломче с йогами сходил, всегда где-то останавливался в каких-то пещерках, пристраивался к каким-то группам. Конечно, все они были такие мистики, каждый практиковал свою какую-то часть мировоззрения, таких великих саттвов, которые делились своими практиками в хатха-йоге, в пранаяме, передавали какие-то знания, но, безусловно, там не было этого медицинского понимания, анатомии и всех процессов, которые за всем этим стояли. И потом я почувствовал, что нужно все спрактуировать. После этого я уехал в Гакарму и на берегу океана Карнатока, потому что в Гималаях зимой было реально непросто, и уже в октябре уже начинал снежок, ну, не снежок, но уже очень холодно, и где-то на 2000-1000 можешь продержаться, а выше уже нереально подняться, поэтому мне приходилось уже спускаться. Я построил себе там хижину на камушке и в ней жил, в принципе, все время. Там видно, было у меня видно ледники, речка, я в ней мылся постоянно, и какие-то половники проходили мимо меня, туда-сюда. В целом, я вот так и сидел, там у меня и вещи были, потом я ее на замок все время закрывал, раньше как бы был, вамшидаст бабушкин, никогда нечего было воровать, поэтому зачем их закрывать. Вамшидаст говорил, да у меня дома воры сами живут, зачем вообще их закрывать? Читай не таить, что они ты сам Кришна и Балараму, они постоянно все воруют, поэтому нечего вообще закрывать. У меня дома они постоянно живут. Ну, в моем случае у меня сердце было более-менее пустое, да, у меня была такая шратха, да, но не было, конечно, вла, сердце такое, не плавало теми любовью к Господу, как у этих великих вайшнав я практиковал такую суровую хатха-йогу с элементами пранаямы, и в то время вот как раз мне уже начала попадаться, попалась книга 300 асан этого Айнгара, по-моему, такая в черно-белом 2D формате в таком, и я такой подумал, вот нужно всех их сделать полностью, если я не осилию всех, и начал их интенсивно практиковать, конечно, все это было ценой моих коленных суставов, шейного отдела, там, моих запястьев, мои поясницы, но я интенсивно пытался воссоздать какую-то форму внешнюю, потом я уже встретил про Кашпури Баба, ему было 130 лет, 127 лет в то время, вот, до 130 еще дотянул, вот, я к нему ездил, но он уже больше своей присутствии передавал, он такой очень древний йог, сидел в предгорьях Ямалаев, и вот в Юашине было так очень приятно в том плане, что там съезжалось очень много таких реальных практикующих по 70, по 50 лет, по 40 лет дедов, которые передавали какие-то знания, кто-то чем-то делился, безусловно, они были немного такие вредные, как и все йоги, так, знаешь, держав так обособленно от всего со своей индивидуальностью такой непредсказуемой, но они были всегда такие чистые, в сатве и меня это пропитывало, потому что я уже более-менее понимал хинги и я вот в йоговской среде вот такой ортодоксальной жил с ними, тоже и пеплом обмазался, сидел возле тхуни постоянно с ними. Я помню один момент, в кедр-натхе не забуду, я поднимаюсь в кедр-натхе, уже не раз там был, но как-то вот пошел совсем в тапочках и только вот начинал, да, можно сказать, и меня так задрог, потому что только вот открытие было кедр-натхе, вот где-то вот апрель еще, холод такой дикий вообще полностью, и я еще агнисару тогда не практиковал, чтобы как-то согреваться и не сушить на себя с простыми, как вот сейчас-то возможно, но тогда это все было интимно, и я такой взял из какого-то ашрама две подушки, привязал их к себе на голову, одну налевую, другую направо, и обмотал их вместо шапки, и матрас, на котором спал, я сделал две дырки и в них руки просунул, и получилась у меня такая тужнурка, я получается как мейдандыр такой, две подушки, здесь у меня матрас, голые тапочки, босоноги, денег у меня вообще не было, я все время просил бхикшу, где-то там подаяния, всегда, или где-то что-то можно было поспать бесплатно, или где-то костер разжечь, я всегда делал дуни, там разжигал, делал кичри какое-то, да, или миндальные орешки и чан, этот горошек я все время с собой носил, на всякий случай, если совсем ничего нет, я всегда могу прорастить и заполнить такую такую жгучую йоговскую аппетитную вожделение внутреннее, я его как-то гасил этими орешками, и я помню, что я пришел в кедарнат, и был дикий холод, и я вот в этом матрасе с этими подушками, да, идет моросящий дождик, я стою в очереди на даршан, такой весь промок такой, и зашел туда, за кедарнат, там есть ашер, ну, йога-стан, и сидят таких, где-то, может быть, человек 15 таких йогинов, такие деды, вот, знаешь, у них из дредов их матрасы, прямо у них, знаешь, асаны из их волос, то есть, такие существа, такие преисполненные, они все голые, абсолютно, сидят вокруг костра, и видно, что они каждый в своей какой-то сандрадай, в каком-то своем пути, в каком-то своей ученической приемленности, то есть, они не являются учениками, или там, братьями в боге, вот в одной какой-то идеологии, то есть, они все в своем каком-то духовном поиске, и они все объединились, так, на-на-на-на-на, посыпал, sound, please, а я там, работник сейчас там работает, и я подхожу к ним, и пытаюсь, думаю, вот костер, сяду с великими йогами, посижу вместе, пытаюсь зайти в ихний круг, и они мне такие, э, а тут, эй, чего, такие, знаешь, как этому, как псу такому, я подумал, может, я белый какой-то, но поэтому я не могу, с ними сесть, может, где-то как раз скверняет мне атмосферу, они говорят, если ты хочешь сидеть с нами, снимай одежду, иначе там, тусуйся возле кормушки, там, с мирянами, там, где раздают кашку, внизу там, и там, а если ты хочешь с вами сидеть, то здесь шива, холод, это является энергией шивы, и он всегда в настоящем моменте, в холоде ты не сможешь сидеть на одном месте, тебе нужно постоянно практиковать, чтобы гдить, не замерзнуть, поэтому мы всегда в холоде, чтобы всегда держать себя в садах, в теле, потому что в холоде ты не снешь, или ты сломаешься, или ты выдержишь, поэтому холод в арфане баба является наивысшим гуру дэвом, это энергия шивы, поэтому мы здесь, а если ты вообще хочешь к шиве, тогда ты должен вообще и ноль держать градусов, садись с нами, и, ну, скидывай свои манатки, вот эти вот матрасы всякие, а я стою такой, пацан такой 20-летний, такой, знаешь, трясусь просто, не могу просто, если я сниму полностью, и буду играть ту роль, да, йога, я не смогу это сделать, меня просто скует, этот холод, и я могу реально заболеть, и хочется, и понимаю, что не могу это сделать, и тогда я говорю, давай, я чело-чело, иди отсюда, и я такое уже начинаю возвращаться вниз, и понимаю такую, такую легкую такую, боль, разочарование, знаешь, как в детстве такая, травма такая, знаешь, что ты хотел, тебе что-то не дали, и тут такой бабенок, такой, где-то 25, такой молодой, такой меня зовет к себе, там, где-то он тоже под камушком сидел, там, они его тоже вроде не выпускали, или как-то это, и меня зовет, такой, иди сюда, иди сюда, и раз мне, открывай коробок, из этого коробка какие-то такие, коготки такие, я только потом вспомнил, я их видел, такие пупырышки, и на них коготки такие маленькие, а это были хвосты отломанных скорпионов, где вот их не я, и он мне смешал в какую-то струбку, да, в чилин вот этот, наложил их, говорит, поджег мне, давай, говорит, делай вдох, я этот дым вдохнул, и у меня начинается такое, знаешь, сильный жар в теле, вот, и этот сильный жар, говорит, теперь, говорится, иди садись, и это было 42, если бы я это сделал бы внизу, то у меня, мое бы тело бы, оно бы сгорело бы, просто бы, но именно вот этот температурный режим, который находился там, я так немножко обманул эти йогов, вот этот контраст, да, ну, у меня температура сильно поднялась, начались такие поты, выделения очень сильно, где температура на 40 градусов поднялась, и я такой скидываю этот матрас, такие подушки, сажусь с этими йогинами, они такие на меня смотрят, ну, ничего себе, горе-баба, такой, ладно, сиди, ну, и я с ними сел в круг, там, просидел часа три, с такой прямой спиной, знаешь, пытаясь быть таким ортодоксальным йогином, знаешь, как они там сидеть, но у них это в крови, от рождения, мне понадобилось, да, чтобы пережить этот опыт, да, какое-то вещество, там, я тут это вот, да, уколоться, что-то, ну, да, ну, если бы я это сделал бы внизу, бы, да, я бы там реально, наверное, меня скоро бы приняло бы, ну, ее там и скоро-то не было, но, такой вот небольшой случай, я не знаю, чем рассказал, такой шок-контент, но, в целом, с такими йогинами иногда приходилось общаться, вот, через такие какие-то, даже моменты всевозможные, с кем-то приходилось жить в пещере, потому что тоже они тебя не всегда принимали, они тебе говорят, таскай воду, там, еще что-нибудь делай, подметай, сиди рядом, и ты не понимаешь, зачем ты делаешь, делают какую-то тебе непонятную задачу, и в то же время, твой ум начинает сопротивляться, ты думаешь, я целый месяц, что-то непонятно над чем занимаюсь, я в Аштерме помню, там, года два я был просто в кавтрюле, но постоянно, и оно каждый день все время нагревалось, и все равно становилось черным, я говорю, давайте я не буду мыть дно, только буду вот вымывать внутри, а я одно не буду мыть, не это твое олицетворенное сердце, давай драй каждый день, я говорю, да я могу больше что-то сделать, я могу, не знаю, там, приносить какие-то пожертвования, могу, не знаю, построить что-то, давайте глобальным чем-то займусь, ничего не надо, трога мой посуду, и это вот старая школа, именно она основана на том, что ты на терпении, на постоянстве, и на непривязанности затачиваешь вот этот внутренний принцип, как спахиваешь землю, и потом тебе дают туда зернышко уже, в какой-то момент, там, учитель, да, одним словом, или на лекции, где-то слушая его, или он тебе что-то в глаза скажет, и вот это слово, оно у тебя сразу, как сток сен, у тебя сразу вспыхивает, но тебе надо просушить его, проходя через такие вот, какие-то испытания, через какую-то такую, непонятную карма-йогу, да, в тибетских монастырях тоже, людей заставляют, там, да, камни таскай на гору, потом скидывай назад, и обратно поднимай, да что ж такое, вообще, где логистика, в чем смысл этого всего, ну, смысл в том, чтобы заточить свое сердце, просушить, стать бескорыстным, постоянным, непривязанным, именно эти качества позволяют, чтобы семя знания взошло, потому что знание тогда, оно не будет у нас примено в практику, мы, вот сейчас современная школа, мы платим там какие-то большие деньги, да, огромные, и получают люди какое-то знание, и вот сколько он заплатил, настолько он этим дорожил, и в принципе все равно, ну, качеств этого удержать нету, вот, поэтому в старой школе обычно все время давали какое-то задание, сушишь, сушишь, холодная, мокрая поляна, оно становится сухим потом, и потом туда что-то, спичку подносят, а может, не поднесут, если гордый. Я хочу немножечко подхватить здесь, спасибо большое за вдохновенную историю, и вот, да, я просто вижу, что те, кто с нами сейчас оказались, тоже пишут, что это просто вау, это, знаешь, это чем-то напомнило все вот эти вот книги, а-ля, не знаю, «Путешествие домой» родно с вами, или «История голубоглазого Югина», не помню сейчас автора, или там автобиографию Юга, или там «Путь великих прощаний» родно с вами, вот это вот, вот это вот, как будто бы я в этом, в этом мире оказался, я очень живо представил себе то, что ты описывал, этот поворот событий, что это был, кончик хвостика скорпиона, да, то есть это вот именно… Ну да, яд скорпиона, они вот на кончике их обламывают, ну это такой йоговский метод, там многие какие-то моменты, они ртуть некоторые употребляют, ну не в чистом виде, не с градусников, есть шукра, да, как спермошил, да, и в определенном количестве немножко подсыпают в рассоярну, чтобы тоже ускорял процесс геодинамики, но это все не для нас, европейских людей. Не повторяйте дома. Да, да, да. Многие используют какие-то алхимические всякие препараты, золото, и ртуть, вот они смешивают, особенно все в основном живут на шиладжите, многие йоги. У меня тоже полный холодильник шиладжита. Что это для непосвященных? Шиладжит – это очеловеченное мумиё, только смешанное с микроэлементами. Ну, мумиё, знаете, да, оно, как происходит, это завалы леса огромные, десятки тысяч лет там в горы падают, и происходит землетрясение, и огромные куски леса оказываются в депривации, да, в кислородных пещерах. И камни, которые находятся вокруг этих растений, они втягивают все эти минералы за тысячи лет, потом эти камни достают вокруг на солнце, и солнце выпаривает эту смолу, все эти микроэлементы из этих камней, и теперь ты соскребываешь, и потом упариваешь через рифолу, выпариваешь, и ты принимаешь вовнутрь. Тогда такая у тебя воля, ясность, чёткая, однонаправленная мысль, нету никаких вирусов, сомнений. Ну, многие йогины это используют, для того, чтобы в садо не удержаться на начальном этапе, потом, когда в спонтанный режим войдёшь, уже тебе это не надо. Но в начальном этапе это всегда сохраняет твоё здоровье. Мне уже практически, вот уже скоро 50-е, я сохраняю это равновесие, всегда тоже немножко шаладжита, иногда постоянное у меня дыхание. Ну, я в гиперкопни, я потом об этом расскажу, о том, как работают дыхательные практики и вообще о восьмиступенчатой йоге. Сейчас больше такая история, такой бэкграунд разный. Ну, буду короче, потому что это можно рассказывать долго. Так как все эти 15 лет я жил без документов, и я фактически не мог останавливаться ни в каких гостиницах официально, нигде. Я в основном всё время жил на каком-то подаянии, где-то на каких-то крышах ночевал, всё время в каких-то поездах, всегда без билета, на базарных площадях собирал постоянно пожертвования. Ну, тогда это ещё эпоха была до телефонов. Сейчас, наверное, меня уже замемили, и там белый йог там ходит, попрошарничает. Но тогда это было, как знаешь, это благость. И Индия это располагала, да. Это страна для того, что ты идёшь в баломчество, ты говоришь, о, крепая, терпина, крепарикрамы келье, дандиджия, и педаль растекарте, и они такие, о, сразу тебе что-то дают, какое-то пожертвование. В основном я набирал какие-то овощи и фруктов, делал из них сабжи. Потом на шестой платформе всё время я ночевал, если где-то останавливался, там всегда все йоги. Если ты где-то остановишься в Индии, заблудишься, всё время идти на шестую платформу в самый конец. Там всегда будут сидеть все йогины, они будут там тусоваться, кто на перекладных живёт. Ну, или кто-то куда-то едет в баломчество, они всё время там. Там можешь переночевать с ними, покушать в китчере, всегда они поделятся, практиковать вместе, попить баджаны. В любом городе Индии. Шестая платформа. Слушай, это очень смешно. Представляешь, когда ты сейчас говоришь о платформе, я думаю, что городской человек, он, наверное, думает о Гарри Поттере, об этой платформе, там что-то 934, или как-то она называлась. А ты рассказываешь... И ровно точно так... Обычный вокзал. Вот и те вещи, которые ты сказал о том, ну, как бы какой плод, да, вот пхал, какой плод этой практики, что это развивает качество и решительности, и целеустремлённости, и однонаправленности ума. Человек, который решается всерьёз достичь каких-то результатов, куда он без этого, куда он без тапаса, куда он без приложения однонаправленного усилия, куда он без постоянства в своей практике. Но мы говорим об этом больше... Знаешь, такая городская йога, она такая, это такая романтика, это как положить правильную книжечку для поддержания своего образа. Я думаю, что мы не понимаем до конца, что йога означает, какой уровень аскетичности, какой уровень лишений, какой уровень отрешённости, какой уровень терпения нужен для того, чтобы... реально снискать вот этот вот плод, который может дать йога. Потому что мы читаем о каких-то вещах, которые, не знаю, в Йога Сутра в Патанжале есть этот раздел, где описывается, если ты медитируешь на это, результат будет такой. Если медитируешь на это, ну там и неважно, многие из этих вещей, начиная с левитации, заканчивая каким-то исполнением желаний, люди воспринимают, как какую-то историю про старика Хаттабыча, ну то есть, что это какие-то сказки, не понимая, что это реальные метафизические и психофизические процессы и отношения со Вселенной, в которые ты вступаешь, где есть законы, есть более тонкое пространство бытия, где они также присутствуют, и ты или находишься в гармонии и в союзе с этим, и ты реально готов заплатить цену за это, или оно как бы и будет оставаться, вот как вначале этот образ пришёл, немой при этом, часто его дают учителя, понятно, вот про банку, где ты банка с мёдом есть, и ты как мука ползаешь, и ты вроде как даже пригрет солнышком тех самых йогов, но строго говоря, они тебе говорят, не-не, чало, чало, как бы не видя, не видя вот этого, но хорошо, и вот ты пошёл в эту историю, то есть, сколько у тебя длился этот период, ну каких-то скитаний, исканий, и главное, знаешь, что тобой двигало в этот момент, потому что бывает же, ну реально можешь быть такой, вот я же такой классный, я уже как йог вот с той картинки, я уже в кругу вот особых личностей, то есть, ты в это время жил чем? У тебя уже какой-то вкус проявлялся, или ты, ну некое такое, это было раздутое эго, и некий образ, которым ты себя тешил, что я вот уже вот прям такой классный, достигаю каких-то результатов, то есть, что у тебя в этот момент происходило в уме, в сердце, что тобой двигало, какие цели у тебя были в этот момент времени? Ну видишь, я был зачат в традиции, да, вайшнавской, и птичется своим каким-то положением, достижением, это такой сильный моментон, да, в нашей традиции, и соответственно, я никогда не завышал себя, не чувствовал там весом возвышенной, какой-то там йоговской там душой, которая там уже всё-всё поняла, я там общаюсь с какими-то великими душами, я всё равно держался от них немножко, ну, не то что на расстоянии, я не принимал их до конца, потому что я был немного всё равно, я в мире бахтий, и для меня это спонтанная преданность, я иду по пути Рупа Гасвами, да, раса, раса, амита, синду-бинду, я иду путём именно вайшнавской традиции, да, но йогу я использую для этого, да, чтобы очень глубоко, сознательно обойти в этот, в свой баджану, старение с того имени, ещё больше, да, и поэтому, в целом, общение с разными йогами, я именно использовал, как возможность пропитаться этим аскетизмом, да, какими-то знаниями, какими-то элементами, они частично меня чему-то учили, да, но то, чтобы я полностью растворился бы в их нему мировоззрении, я не мог, потому что всё равно они больше медитировали на безличный аспект, истинный, ну, в ведах ты можешь и личный, и безличный вы выбираете, это у каждого свои какие-то предпочтения, в моём случае это всегда был личный аспект, иначе я буду ограничивать истину, приписывая ей только безличную реальность, и, соответственно, что это, значит, конечно, не может быть личностью, что ли, тоже, значит, я в своём умею просто ограничиваю, и меня всё время это понятие останавливало, да, идти в какой-то безличный аспект, желая прожил с такими прям суровыми маевадями, вот, и с ними очень имел близкий контакт, да, чтобы как-то питать ихнее понимание, знаешь, как прививку себе сделать, осознать, ракшинить свой трудозор, и что мной двигало? Мною двигало именно состояние понимания бактик расы, путь спонтанного предного служения, и чтобы его понять, да, я понимал, что это очень сильный и очень глубокий плод, да, высокий, и когда ты знаешь его, да, чуть-чуть, частично с ним коснулся, я ещё не знаю его, да, но ты приблизительно понимаешь интуитивно, что это, вот как, допустим, как читание Махапрабу сказал, да, говорит, когда он санатани Гасвами говорил, вот представь, вот тебе астролог скажет, где, что ты обладатель несметного богатства, что вот твой отец оставил тебе огромное сокровище, но ты не знаешь, где оно ещё, но ты уже веришь, что он астролог, и ты внутри преосполняешься, что ты богат, но хотя ты не знаешь, где ещё копать, вот, или представь сейчас, что рядом с тобою, да, под тобою, да, огромный сундук с бриллиантами, если ты откопаешь, он исполнит все твои желания, сколько ты раз в день бы копал? ты бы копал постоянно бы, не откладывая, там, ни по часу, ни по полчаса, если я знаю, да, важность вот этого всего, своей цели, то это тебя очень сильно вдохновляет. Мне это просто анекдот напомнило, это вот, что там, значит, ехали, приехал учёный в Индию, и он решил переправиться через реку, и его перевозило такой, ну, простой, не приходит словно, в общем, тот, кто грёб, да, грёб, перевозил с одного берега на другой, да, да, этот учёный горделиво в течение всей поездки говорит, ну, а что, значит, и про биологию ты не слыхал, там, а, вот, и что, и математику тоже складывать не умеешь, и, в общем, то есть он упоённый своей учёной степенью, и потом пришло время, я не помню, что произошло, то ли лодка начала протекать, то ли кто-то врезался в них, в общем, какая-то история была, что они начали тонуть, и тут говорит, что, этот учёный, а учёный не умел плавать, и тот его, ну, просит его спасти, говорит, так ты всё это время хичился, а вот видишь, в ключевой момент у тебя нет элементарного знания, как плыть, которое способно тебе, способно тебе жизнь спасти, и также здесь, не видя, что у тебя сложности с техникой цифровой, вот если бы у тебя была проблема с техникой в момент, когда плюс 50 градусов в рендавне, или когда ноли и меньше градусов в гиполаях, вот если бы была проблема с психическими техниками, что ты не смог выжить, вот это беда, а здесь проблемы с техникой такой цифровой мы переживём, потому что, но слава Богу, есть возможность слушать тебя вновь. давай тогда вернёмся, я сейчас, знаешь, чуть-чуть пока припаркую вот этот момент, который начал проявляться, про посвящение, про личностные отношения с Богом, и в целом отношения к Нему, ну вот как к тому, кто и штадеф, да, то есть у Нё есть какая-то форма, у тебя выстраиваются отношения именно с личностным аспектом Господа, ты можешь нас ещё на немножко вернуть вот на этот таймлайн своей собственной жизни, сколько времени у тебя прошло вот в таких путешествиях по пещерам, по ашрамам, может быть, ты вспомнишь ещё какую-то одну-две истории, потому что, понятно, вот эта вот история с ядом скорпиона, который на три часа включил и позволил хотя бы на какое-то время, оказавшись в кругу этих садов и баба, и скинуть этот матрас, и подушки, ну и побыть в их окружении, вот как оно дальше было, и помнишь, мы стали говорить сейчас про мотивацию к тому, чтобы всем этим делать, но то есть у тебя всё равно было желание продолжать идти этим путём, то есть у тебя же могла быть возможность, как там в гите говорится, предложи лист, воды, фрукт, плод, я приму, то есть Господь, он же такой простой, ему не нужно какое-то вот это сверхъюгическое усилие, то есть, но у тебя очевидно был и вкус в том числе к этому, то есть вот как долго ты ещё погружался в такие более понятные для йогина, да, для Аштар-ханг-йогина реалии? Я не создавал экстрим, я не создавал экстрим специально, он естественно был в моей среде, это была Индия того времени, у меня не было даже возможностей, да, жить в каком-то комфорте, не было ни документов, ничего, и в то же время для меня это уже стало естественным, то есть, я другой жизни это не знал, я был зачат в Советском Союзе, потом я пять лет был брахмачарем, спал на полу всё время, всё это время, вот, прошёл, можно сказать, такую армию, да, полного такого отречения, воздержания, потом я попадаю в Индию, да, где для меня, в принципе, более-менее среда адаптированная, быстро, то есть, и жить вот таким образом, и общаться с такими людьми для меня было естественно, то есть, и на тот момент я тоже ощущал, что моё тело физическое не даёт мне, на самом деле, погрузиться в ту практику, которую я получил от своего учителя по-настоящему, да, моё тело, оно было ограничено, концентрация тоже, я в тот момент уже понимал, что моя концентрация на Святом Имени или там, да, на Абаджане, на Пудже будет зависеть от моего дыхания, как ни крути, и я об этом расскажу подробнее, есть куча научных исследований, как ритм дыхания влияет на нашу концентрацию, мы можем зайти в обнасток, чтобы сказать, что я там был, но чтобы реально обойти, да, просто наши у них есть желание вдохнуть каждые 6 секунд, и это желание волной запускает движение 200 мы, 60 суставов, соответственно, у нас идёт процесс постоянно отвлечения от процесса созерцания или погружения, и безусловно, все эти моменты, да, они в целом, понимание всего этого, оно меня толкало также на регулярную практику хатха-йоги, пранаямы, и я не делил никогда, что есть разные виды йоги, мне это понимание уже, оно пришло сразу же, один йог, немалая, мне тоже донёс, что это одноцелостная система, и есть просто разные уровни реализации, вот, и понимая вот эту целостность, да, и я знал, что я ищу в акте према, поэтому, соответственно, мне надо день и ночь копать, и тут вот эти обстоятельства, эти усилия, которые я направлял, они, естественно, ну, я просто других примеров и не знал, как жить по-другому, потому что вокруг тебя такие все йогины живут, все басы, все вот спят, где попало, и главный принцип это вот спать в одном месте только три дня, и всё, дальше обратно идёшь, ты никогда никаких друзей не заведёшь, никогда ничем не привяжешься, постоянно, вечно живёшь вот этой парикрами, и ты вместе с ними ходишь, ну, ещё одну историю расскажу, сейчас вспомню, я Индия где-то объехал раз 13-15, да, вот так вот по кругу, я всё время, когда начинался сезон дождей, мне негде было жить, я всё время съездил в пласткарте, в поездах или в общем вагоне, садился, и три часа в нём ехал, выходил в каком-то городе, выходил на рынок, просил Бхикшу, Матхукари, мне давали какую-то еду, я поел, посетил святое место, и это было всегда вдоль океана, вышел на океан, попрактиковал, и обратно вечером в поезд и опять еду, в нём сплю, я всё время покупал газеты, на эти газеты я как бы ложился, у меня была такая сумка, она была более-менее такая приличная, да, рюкзачок такой удобный, но я его всё время обматывал в картофельный мешок, чтобы никто никогда не взял, и всё время бросал его где-то под вагоне, под какую-нибудь скамейку, и никто никогда даже не воровал его, не брал, потому что он был такой, знаешь, как неприкасаемый, такой, знаешь, грязный такой, и я старался быть очень незаметным, в то время я очень сильно загорел, говорил на хинди, и, соответственно, все понимали, что я какой-то, ну, не то что индус, да, но, может, у меня родственники какие-то смешанные, да, и я в такой всё время как баба, такой у меня гамча здесь одна, намотан, парикрамка, командалка вот этого, да, где я всё время варил кушать, и палочка, тэджбал у меня была, такая пупырышная такая, если ты видел, такие тэджбаллы, и я вот с ней вот ходил, вот так вот, где-то я даже фотки с того времени, покажу, и я вот так вот циркулировал постоянно, и выходил в каждом городе приблизительно на расстоянии трёх часов, иногда попадал в пассенджер-класс, это была, конечно, дикость, в пассенджер-классе это особая среда, если ты в нём не проехал, то, можно сказать, человек не был в Индии, обязательно нужно себе сделать такую прививку, после этого ты можешь быть в любых условиях, где бы то ни было, вот нужно сутки продержаться в пассенджер-классе, это реально, после этого ты можешь в любом месте, в любом городе, есть ли деньги, нет денег, ты всегда будешь счастливый, после этого. А как, что это? Пассенджер-класс, это где вся Индия в одном флаконе, это на одном месте, где должно быть 5 человек, там будет 12-16 сидеть, люди на гамче, подвершенные под вентиляторы, на воздухе болтаются ночью, всё забито полностью, ты, я вот так тоже там, если я в багажном отделении себе там где-то вот так нашёл местечко, то это хорошо, если ты вышел пописать, то ты вернёшься, уже не будет никакого места, толпа вся сдвинулась и место исчезло, поэтому тебе нужно терпеть, и это по 36 часов поезд, поэтому ты ничего не ешь, не пьёшь, чтобы не выходить из туалета, и ты не выйдешь даже до двери, и постоянно меняется флакон, потому что деревенские люди постоянно набиваются в него, они тоже все бесплатно, там контролёра никогда нету, и ты в нём едешь длительное время, и тебе нужно иметь хороший бэкграунд йоги, потому что тело будет болеть сразу через 6 часов, а когда ты себя каждый день ставишь в неудобное положение, и твои капиллярные сети постоянно прокачиваются, и вот после пессенджер-класса, если ты сутки выходишь, у тебя тело не болит, значит, ты правильно практикуешь, всё тело компенсируется, и даже там я умодрялся как-то йогу делать, ну, потом я пришёл в логических пониманиях, что надо было гамак натягивать, я начал под вентилятором и натянул гамак, и в нём лежу, и все такие на меня смотрят как на полубога, знаешь, кто-то завидует, кто-то радуется, кто-то восхищается, и у меня гамак был, и я туда все свои вещи складывал такой двойной, закупался как оконья, и наивыкними головами так висел всё время, так я вот ездил потом, потому что нереально было, выходил на вокзал, что-то собрал поесть, сготовил кичри и обратно, и вот помню, доехал я до Рамешварама, Канья-Кумари, конечная точка Индии, где два океана сливаются, там даже можно видеть, индийские, атлантические такая даже разделение, и на карте увидел вот эту полоску, мост, который Рама насыпал, Хануман насыпал со своими преданными, когда они все, все пьяны, сугривы, все строили мост на Шри-Ланку, и он до сих пор есть, там километра 30 он протянул, и я думаю, вот по нему дойду до самого конца, может на Шри-Ланку переберусь, и я что-то слышал, что в принципе иногда там вода как-то отходит, и можно пробежать, и на карте вроде бы он есть, и я увидел эти камни, не плавающие, с именами Господа Рамы, в Краме, и меня всё это так вдохновило, подумал, и пойду я, и пошёл. Прошёл где-то километров 5, и потом смотрю, огромная толпа йогов впереди меня идёт, человек 200, они с кунхамелы путешествуют, они ушли, и они все вот таким вот кланом, человек 200-250, все поют Харинам, кто-то там повторяет, и они вот так, видно, что йогины поют 20-30, там вот такие все со своими учениками, все дрыдасты, кто в черепах кобры, кто в чём, знаешь, что в шкурах какие-то олени, и огромная толпа, они увидели меня, такие, о, горе, 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 баба, иди, ау-ау, иберсал, и я такой, да я вот тоже здесь парикраму делаю, они такие, всё, с нами иди, с нами иди, у нас тут ещё в толпе француз один есть, и короче, они мне показали, среди них тоже лет 25 уже с ними ходит один француз, и он тоже как баба весь замотанный, не говорит, на ком-то ломаном английском говорит, ну на хинди со мной, но он француз, и тоже с ними там, видно, тоже давно уже перегрин делает, говорит, вот мой учитель, говорит, нага баба, мне посвящение скоро даст, ну, а если вы знаете, что такое получить посвящение в нага бабы, это, конечно, жесть полная, я даже слабонервно не буду рассказывать, что контент будет. Это та история, где они гениталии накручивают на... Но там ты 12 лет ходишь с учеником, учителем, начальником, он тебя проверяет, твою решимость, хочешь ты, не хочешь, ты принимаешь решение, ты 12 лет просто по ломчестве, и то после 12 лет ты принимаешь решение, и потом, чтобы получить тикшу в эту сам продаю. Это, конечно, контент, это крайность, и я ни в коем случае не одобряю это, это, ну, есть и такой вид, да, мировоззрения просто для контраста. Ну, делается ягья, да, и гуру начинает ученику мастурбировать член, у того возникает семяизвержение, и в этот момент ему ломается хребет, и он становится как бы бесполым, все, он больше не может функционировать, и, соответственно, в этот момент он делает у дьяну, втяжку, и у него все, больше никогда уже не работает эта функция, и он становится змеем таким, все, таким третьим, и он вечно предан, он никогда не носит одежду, все время, для него пепел это главный элемент, потому что из него все ушло, и в него все уйдет, такой прах, который напоминает тебе о иллюзорности этого мира, и Рудракша здесь, потому что в ней все время живет Джива, освобожденная, Рудракша, и 2000 лет назад, через 2000 лет она все равно прорастет Рудракши, главное, что там не было, с дыркой, и она вот здесь висит у них, и все, у тебя ничего нет больше, вот и все, наг-баба, и этот готовился к наг-бабе, инициации, и вот, вот эта вся толпа родных нагов, тьягов, агори, кальпиков, есть кальпики из них, это те, которые делают все наоборот в ведах, знаешь, такие вот, все, что написано в ведах, нужно сделать все наоборот, чтобы в другую крайность пройти и понять, что на тебя ничего не действует, и они могут там из испорожнений слепить ом, потому что я могу говорить о единстве, все едино, а на слове-то я не так живу, да, мои деньги, твои деньги, о, это испорожнение, это конфетки, это я не буду есть, это не буду, они специально из дерьма могут слепить ом и поклоняться ему, потому что не все едино, и вот для них нужно все пережить, чтобы был однородный вкус, чтобы ничего не вызывало у тебя, не просто в гьяне, а в практике непосредственно, если у тебя есть страх какой-то внутренний, ты сразу должен его олицетворить, идти на пролом к нему, чтобы понять, что страх – это прямой путь к самому себе у них, такая практика вира-йога называется, путь виры, и вот разный контраст, вот этих всех йог, такая смесь жгучая, 250 человек, я вместе с ними иду, идем мы долго, вдоль этой косы, с одной стороны океана, с другой стороны, в начале океана где-то было расстояние этой косы метров 300, потом она все сужалась, 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 становилась 100 метров, мы уже шли километров, не знаю, километров 20 прошли, и мы куда все время идем, да, я понимаю, что мы идем в сторону Шри-Ланки, и все меньше и меньше сужается песок, этот мост, и мы еще где-то прошли километров, наверное, 7, и это уже был закат, я вышел где-то в 5.30 утра, и пришел уже к закату туда, и мы всей толкой пришли к самый конец, все, дальше начинается вода, пятачок где-то в радиусе, где-то может быть, 15, 20 метров, все, дальше идет тоже сплошная полоса линия, и два океана вокруг. Только не говори, что они все забыли предупредить, что будет момент, где ты или умеешь ходить по воде, или не умеешь, и на этом как бы... Ну, после чего, сейчас я расскажу подробности. И мы такие все сели, такие, знаешь, 250 человек, и они все, как дети, начали копаться в песке, кто строит лингами из песка, кто начал играть в полный бой, друг на другу, как делиться на группы, кто в какую-то чехарду, кто бороться, кто начал поклоняться, кто на голове сразу начал стоять, в какие-то практики, кто-то начал какой-то путь. Ну, представляете, 200 человек, огромный лагерь, в вашу своя практика. Это такой движущий фестиваль таких ортодоксальных йогинов. Из них только два иностранца, и то, такие уже полусумасшедшие, это я и француз. И вот эти все старики, такие 70-летние, 80-летние, ну, 40-летние, такие мужики, они все разбили такой микролагерь, кто начал сразу еду какую-то готовить, кто-то там, ну, практиковать, читать. И я так немножко принял омовение, сижу такой, уже расслабился, уже закат такой, знаешь, начинается, у Санхи. Смотрю, все готовятся к повторению Гая-3, там, в Упасанах. И тут слышу сирена сзади, сирена, настоящая сирена, полицейская. Я думаю, мне это кажется. Наверное, какая-то галлюцинация, такой поворачиваюсь, реально прилетает огромная машина, полицейская, с такими большими колесами, которые по песку могут ездить. И в рупор что-то Натамилу объясняет. На тамильском языке очень быстро, скоропастишь, потом резко разворачивается и быстро уезжает. Все такие, раз, такие встали, все друг на друга смотрят и не понимают, что происходит. Потом я говорю, кяугя. Этот такой говорит мне один. Он говорит, я так понимаю, что через 40 минут здесь уровень воды будет 2 метра. И нам нужно срочно отсюда уходить. Назад бежать. Если мы не уйдем, то здесь океан будет прилив. Через 40 минут 2 метра будет. А через там это уйдет под воду все. И нам нужно срочно эвакуироваться. Они сказали, что забрать никого не могут и ты сам убегай, как хочешь. И тут мы все такие дух, и вот нужно лететь по воде, проверить свою йогу в действии, или остаться и молиться, чтобы Господь раздвинет воды вселенские эти, на тебя не подействуют. Или ноги в руки и бежать со всей силы назад. Понятно, духа у меня было мало. Я смотрю, знаешь, другие йоги, такие, знаешь, тоже такие друг на друга пересмотрели. правда, в ногах больше, наверное. И мы, человек так 150 сразу же мотанули, да. Там какие-то тюни такие остались, знаешь, такие, они типа, знаешь, да нам все равно, мы останемся здесь. Мы не верим никаким заговорам вселенским. Они как-то не стали свое внимание обострять на все на это. Их кто-то начал оттаскивать, что-то объяснять им. Все такие, знаешь, укоренились, они только пуджу начали. Я говорю, пока Гайтери не прочитаю, никуда не пойду. А тут как раз нужно Гайтери читать, понимаешь, уже все время такое вот надо преисполняться. Обеты свои или бежать срочно. Каждая секунда, минута, это возможность выжить. Ну и мы все мотанули, уже бежим и смотрю, через полчаса мне уже вода начала мне уже по колено через полчаса пребывать. Начало смеркаться. Назад нам идти 20 километров. И вот мы все этой толпой 200, может, 150 из них мотануло человек. Мы все разбились в линию в такую, нету никаких ориентиров. Темнота появилась. И мы идем по этой косе, чтобы уже не по песку, а ощущая вслепую в полной толпе никого не еще омавасья. Знаешь, все вот как бы у кого-то была зажигалка, которая только чиркала ее, знаешь, и у нас чиркание зажигалки как-то отражало какие-то силуэты людей. И вот мы за руки все друг за друга держимся, чуть шаг в сторону, там сразу начинается глубина подниматься. И вода все время смыкается, и тебе нужно очень быстро идти. И смотрю, где-то там вдалеке какие-то огоньки, кто-то там уже пропадает, я понимаю, что они там и остались. И непонятно, сколько людей погибло, ну, может быть. Но мы шли так очень долго, и вышли в конец где-то около человек 50, 40, вот там где-то. Мы вышли, все такие прям изнеможденные, очень сильные, потому что, ну, воды нет, ничего нет, это все соленая вода. И мы сразу же увидели какой-то, это мы вышли только оттуда, где-то под рассвет, в 5.30, где-то в 5 утра. Ну, увидели просто какой-то огонь, потом в конце, где-то через 2 часа дня, ой, 2 часа ночи, который где-то светился, какой-то фонарь там, и шли на него. И в целом мы вышли все. И потом был какой-то автобус, мы забежали в этот автобус и вытащили водителя самому, он не хотел ехать, бабы. Сами вытащили этого водителя, сели за руль и повезли, и поехали сразу же рамешваром на Мангаларете. Открываются двери, что там храма, рамешваром, лингом, который установился рамой, там мы в этом храме сразу же получили горшан этот, все вместе. Было такое незабываемое чувство, знаешь, такое спасение и в то же время такое вот проникновение, такой благодарности, да, параматно, что в те вовремя вытащило всего этого. Ну, непонятно, где все остальные были, мы вот 40 человек только спаслись, вот, потом я дальше пошел, интернета тогда не было, у них паспортов тоже не было, никто их не искал никогда, этих йогин. Вот, поэтому, кто выжил, кто не выжил, может кто-то вознесся, и дальше их историю не знаю. Такая вот была тоже жизненная история, помню. Потом я сел дальше в какой-то поезд и поехал так дальше. И в каждом городе ты встречал каких-то йогинов все время на шестой платформе, кто-то делился своими историями, какими-то практиками, и вот так вот я вот постоянно колесил. Приходилось прыгать с поезда, когда меня полиция ловила без документов, вот, тоже я на скорости. Были всякие моменты, всевозможные. Такая жизнь была, можно сказать, экстремальная. Вот я все время так заходил в поезд или в какое-то помещение, все время интуитивно как агент, знаешь, понимал, где второй выход где-то есть. Если что, я всегда могу как-то выйти где-то. Я очень не хотел, чтобы меня депортировали или куда-то выселили. А вот поэтому у меня все время было так. Мне надо сказать тебе кое-что. Я просто понимаю, что ну это же не расскажешь каждому, но это же надо, это нужно людям услышать хотя бы на уровне, я не хочу сказать празднов любопытства. Это знаешь, это вот один раз ты соприкасаешься с другой реальностью, чтобы полностью, полностью выйти вот из тех стен того режима и тех привычек, где мы уже все, вот как бы инстаграм, там фейсбук, канал, работа, подгузники, у каждого какая-то своя реальность, с которой мы уже оказываемся в этой коробочке и дальше вот так вот действуем. Просто тот опыт, который у тебя был, я не знаю сколько, но может быть один на миллиард имеет, может быть меньше. Мне вспомнилась эта история как бы аккетир-то с вами сказал рад над с вами, который как же, так же как и ты в этом настроении был, что ну, с чего я буду там себя прославлять или какую-то книгу писать. Он сказал, это не твоя история, это вот то, что ты пережил, то, что ты видел, с чем ты столкнулся лично, это не твоя история, это должно быть как-то оформлено в какую-то книгу. Может быть ты, я не знаю пишешь ли ты или нет, может быть ты поделишься, продолжишь еще вот несколько таких эфиров. я не могу обещать соло в рамках эфиров «Дохни жизнь» по-новому, но может быть просто в каких-то беседах сохранить это и перенести, как-то затранскрибировать, потому что это... Я на самом деле берегу тоже психику людей, да, и вот эти истории обычно не рассказываю, да, свой бэкграунд многим, ну, был, был, так сказать, 15 лет в Индии, но вот эти подробности я мало рассказываю людям, потому что это... Ну, твоя аудитория, она более-менее такая адаптированная, да, люди многие были в Индии, понимают немножко, поэтому я так немножко открылся, да, в этом формате. Мы проверим, насколько это была адаптированная аудитория, то есть я вижу, что есть те, кто поддерживает, и вижу те, кто, как и я, у нас немножко челюсть отвисла. Я когда заполнял паузу словами тем, что, наверное, это проверка, что это проверка, что то, что дальше будет, надо услышать не всем, но теперь я понимаю, насколько, насколько не всем. Ну, вот здесь, здесь прям одна за другим добрые слова и благодарность за то, что ты поделился этим, передал немножко тем, как это было. Сейчас, дай мне, пожалуйста, полминуты, мне нужно свой вот этот мир, который ты только что расширил, оно приняло какую-то новую форму. Сейчас, да, я сам приземлюсь во всем этом. Я, конечно, понимаю, что в Индии по-другому ощущается жизнь, по-другому ощущается смерть, но если буквально понять то, что сейчас произошло, ты описал вот этот момент, где большое количество паломников элементарно, ну, не дошли, они оставили тела прямо в том моменте на этой святой косе, и, дай Бог, их сознание было уже полностью к этому подготовлено, и они переходили в другой мир в этот момент, но просто этот мир, в который ты нас окунул, потому что, знаешь, ты прости, я вот все какие-то такие параллели на контрасте провожу, многие же пишут, там, провел год в Индии, или там, три года в Индии, или путешествовал по Индии, но они путешествуют по, ну, ладно, четыре пятизвездочные может быть не обязательно, я просто видел, кто-то делился этим, что, ну, вот я привязан к комфорту, сейчас, кто-то здесь из одних слушательниц, ну, что поделать, вот я как бы, я не знаю, как, вот, как себя вытянуть из этой клетки комфорта, и многие же могут написать, провел в Индии столько-то времени, но можно провести время в Индии, или на Бали, вот, окруженным подушками, перинами, трех-пятиразовым питанием, и всем остальным через запятую, что позволяет постоянно, как бы, ум удерживать в такой комфортной среде, а можно, как ты это описывал, где, я у тебя, кстати, отдельно еще хотел спросить, ты можешь поделиться тем, что это, когда ты живешь на подаянии, вот того, что тебе клали в командал твои вот это вот, мадхугаи, а, да, я просто думаю, чем, тазиком ее не назовешь, бочонком, наверное, тоже, но вот, наверное, только командал, котелочек, котелочек железа, в нем ты омываешься, в нем ты готовишься, в нем ты собираешься, все в нем происходит. Вот, да, я у тебя спрошу, вот прям, прям буквально, ты можешь сказать, что туда клали, что туда клали день от дня, каким мог быть твой, твой, по-разному, в зависимости от моих целеполаганий, да, допустим, если мне нужно было что-то сделать, да, такое, допустим, куда-то поехать, или, ну, нужен какой-то, был денежный эквивалент, да, то я мог собрать деньги, да, я мог, допустим, подойти, какие-то магазины там, допустим, где там продавали, допустим, какие-то золотые изделия или там одежду, я просто стучался в магазин и говорил, пайсапки, паякки, тиркиданки, парикрама, келье, педаль, растекарты, дандиджея, тороси, пикшикарау, и они немножко там, знаешь, кто-то там 10 рупий, 15 рупий, и так, я, допустим, собирал какой-то там небольшой эквивалент, не хватало, допустим, да, купить идли, если я на юге был Индии, или там рис какой-нибудь, но в основном я собирал, когда мне нужно было купить ги, потому что без ги я не мог жить, я все время, у меня все время была банка ги с собой, без ги я мог есть что-что угодно, я всегда и гу, вот на это мне нужны были единственные деньги какие-то, ги и гу, я в Чапати, я обмазывал ги, туда клау гу, заматывал, у меня был такой ролл, я его съедал, мне было всегда классно, ну или когда-то, когда я шел в Гималайи, на длительное время, мне нужно было закупить тоже продукты, я тоже собирал пожертвования, чтобы купить продукты, и потом у меня появилась палатка, кто-то подарил мне из каких-то паломников, да, во брендаване, и я уже эту палатку, в принципе, фиксировал в Гималаях, и в ней жил, вот так, пока они начинали сильные дожди, я там не начинал заливать, и когда еда уже не кончалась, ну когда-то я постился, там бывало недолго, я не любил сильно поститься, потому что я привержен философии, чисто танго не сарят, они танго убирают, поэтому я все время придерживался определенной диеты, и в целом мне не нужны были такие крайности, какого-то резких контрастов постов, таких вот насилий над своим телом, я делал все, что благоприятно для того, чтобы помнить о Господе, и отрекался от всего, что неблагоприятно, и те условия, в которые я попадал, они были естественные, просто такая окружающая среда была вокруг меня, потом я уже уехал в Гакарну, и там уже более-менее, когда я один был из первых русских, иностранцев, когда там еще не было электричества, все только начиналось, я сделал небольшое пространство, рожок костер, так сказать, натянул гамаки, и появились какие-то первые русские, которые там начали носить, какие-то денежки на китчери, мы начали готовить вместе, я раздавал все это, практиковал вместе с ними, и потом постепенно уже оформилось какой-то ашрам, потом я снял пространство на Масте-фарм, и там залил три площадки йоговских, потом начали ездить туда как раз вот Баранов, Журавлев начали с ними потом. Подожди, на Масте-фарм, мне кажется, я даже знаю, я кажется, я... Да, 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 вот и на Масте-фарм. Та самая? Ты был одним... Там мы поделили, вначале мы вместе все время были с... Вначале был я и Серега, мы вместе все это делали, Орун, с Орутом, а потом вниз пришел Оливер, немец, и мы поделили это пространство, пополам Оливера, немец внизу, а мы наверху. вот, и с 90... с 2000, наверное, с 7-го по 12-й год, почти по 13-й, вон там я вот постоянно проживал, можно сказать. Ну, в Гакарне я постоянно был, но вот на Масте-фарм, да, вот в это время как раз появился этот интернет, и как он назывался? Контакт. Контакт программа. И мы в этом Контакте начали делать посты, что вот у нас есть пространство, приезжайте, и вот русские йоги, первые вот эти учителя, которые там, там, Хролов, потом этот, Баранов, Журавлев, ну, которые там преподавали, они, Гагаткин, они все привозили туда на свои группы в то время, вот, и тоже я начинал с ними общаться очень глубоко, они тоже были очень крутые эксперты, которые делились своим пространством, состоянием вот этого знаний, понимания, и тоже пропитывался их пониманием йоги, то есть у меня так все так сложилась, такая целостная мозаика в то время, вот, и сам я практиковал, тоже преподавал йогу. Потом, в 12-м году я уже понял, что я все время уже один все время. Да, прости, немножко задержка идет, хотел пару слов сказать, потому что, сейчас, подожди, как это, не, наверное, я просто сейчас подумал, мне нужно, как бы, сказать что-то об учителях, что такое нелицеприятное, с другой стороны, я не то, чтобы не говорю нелицеприятное, просто я могу это констатировать как факт, что Сережа Агапкин, он, конечно, он дорогой моему сердцу человек, я и к нему, и к Миши Баранову, с Ильей Журавлевым, я как раз в плане йоги поездил с ними в свое время, но Сережа Агапкин, он, в общем-то, не верит в Бога, понимаешь? Это да, 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 но я имею в виду, он, в плане какой-то анатомии, да, каких-то пониманий, то есть, в плане анатомии, биологии, да, я просто говорю, как инструкторы, да, люди, которые привозили, или разные, там и тантрики ко мне приезжали, они снимали просто пространство, домики, и я нанял индусов, которые готовили очень классно, и в сезон приезжало где-то по 30, по 40 групп, в целом было полностью масштабно, мы так много лет, в принципе, так пульсировали, потом открыли на Ханибиче, еще одну тоже такую точку, вот, и такая была циркуляция людей постоянных, вот, постоянные мы делали экскурсии, вот, ну, потом я тоже почувствовал, что это такая зона комфорта, она немножко тоже меня начала уславливать, вот, я, в принципе, в принципе, уже как-то преисполнился во всем этом, да, мне не стало, вкус потерял, потому что очень много разных людей, постоянное какое-то внимание, я думал, надо как-то тоже, вот, потихонечку выходить в другой уровень жизни, и женился, в 12-м году, как раз, 12 часов ночи, получается, конец света, где-то 38 лет было, да, то, что ты решаешь жениться, вот это поворот, слушай, нет, это интересно, это интересно, помнишь, это байка среди йогов, про то, как, сейчас, как же там было, что, были у йогина одни купины, и потом он в какой-то момент подумал, купины, это вот эта вот повязка набедренная, которая прикрывает, мышь и ели, да, потом, и подумал, вот все-таки неудобно бывает, нужно, нужно, вторые, и потом у вторых появилась мышь, которая прогрызла дырку, тогда он подумал, слушайте, ну, мышь делала такое, нужна, наверное, все-таки кошка, появилась кошка, вслед за кошкой нужно было кошку кормить молоком, так появилась корова, а корову нужно доить, они нужно ухаживать, а у меня же баджан садана, так появилась жена, И так Йогин оказался. Ну, я пришел просто к выводу, к выводу, к выводу, да, это очень такая иллюстрирующая красивая история, ну, притча немножко как раз олицетворяет мой опыт, но в целом я пришел к пониманию, что йога – это равновесие. Если я потеряю свое состояние, соприкасаясь с большими деньгами, да, управлять семьей, да, или там большим бизнесом, и я потеряю свое состояние равновесия, значит, моя йога ничего не стоит. И меня всегда вдохновлял пример Джанаки Махараджа, отца Ситы, который являлся царем, да, великим таким преданным Махаджаном во Вселенной. И он держал в равновесии именно тело, дыхание, внимание, и мог управлять таким огромным государством, в котором постоянно люди чего-то требовали, хлеба и зрелищ, да, там у него воины шли, здесь какие-то вельможи что-то мутят, что-то происходит постоянно, и все это можно держать было в равновесии. И у него было большое царство, и однажды один йогин такой засомневался в его просветлении и о том, что о нем говорят, и думал, дай-ка я его проверю, приду к нему в гости. Наверное, Джанаки Махарадж придуряется, он просто обычный хоги, который просто ест, пьет и создает иллюзию, что он йогин, дай-ка я к нему зайду в гости, проверю. И этот йогин пошел к нему в гости, заходят первые во вторые ворота, а Джанаки Махарадж, он тонким зрением, сонистическим, сразу же увидел у этого йогина, что он идет к нему, и попросил слуг, ну-ка схватите его резко под мышки и на голову мешок, и в тюрьму ему, и скажите, что вы отрежете голову, через три дня он будет казнен. Ничего не объяснять. И все это время до осуществления приговора кормить его самой острой, такой соленой пищей. Ничего больше ему не давайте. И думаю, ну, эти слуги такие, Махараджа, что за план такой у тебя? Безуда, без следствия, делай, как я сказал. Раз, йогин входит, тут его под белые ручники сразу, маски-шоу, смешок на голову, и вбили его, в камеру бросили, ничего не объясняет ему, дают ему еду такую контрастную, острую, старый рис еще, весь пересоленный. Три дня прошло, Махарадж говорит, давайте, вызывайте его на паланкин, омойте его, баслами, дифирам вы ему пойте, и сюда его, пускай, несите его со всеми почестями. Те сразу омыли, просадили его на паланкин, вносят, солю его. Тут такой, входит такой, ничего не понимает, глазами такими выпученными смотрит на Махараджа, говорит, Джанаки Махарадж, что такое, что происходит? А тот говорит, ну, дорогой, рад тебе очень, как тебе была моя еда, как мое гостеприимство, как тебе, было ли тебе вкусно? Тот, говорит, такой смотрит на него такими глазами, Махарадж, какая еда? Да, я все время думал о смерти, ты сказал, что мне отрубишь голову через три дня, и какая еда? Он говорит, ну, вот так же, как ты не думал о еде и ел, что попало, и думал только о смерти. Так же я думаю только о истинном, я, ну, о присутствии, я постоянно в этом состоянии нахожусь и разруливаю всеми этими делами, и не замечаю, потому что я очень тотально в этом погружен. Как ты вот был, только думал о смерти, ел, что и не думал о вкусе и еде, так же я. И вот этот пример, да, очень интересный, да, мне захотелось тоже пережить, именно окружиться каким-то изобилием, да, взять какую-то ответственность, там, заработать хотя бы 5-6 миллионов долларов, знаешь, чтобы быть в каком-то таком благополучии, ни о чем не думать, начать заняться каким-то строительством, да, расширением полным, и почувствовать, что я при этом могу практиковать йогу, в этом держать тоже равновесие. Потому что одну крайность я прошел, да, какую-то, сейчас, ну, и в то время мне заразилась идея, почему бы и нет, вот, взять на себя ответственность, иметь жену-ребенка, да, и это тоже истинная йога, которая позволит мне выработать великое качество, да, когда я один, это окей, а когда ты берешь ответственность за другого, да, как раз в такой бескорыстности, в такой чистой вот карма-йоге, да, полной самодачи, и, возможно, они все вырастут, ну, они, безусловно, все вырастут, все станут самодостаточными, скажут, такие, ну, все, тебе хорошим папой, мужем, все, мы тебя любили, молодец, держись, ты такой, оп, и что? Ты всю жизнь отдал ради других, и в конце такой, о, это уже скоро главный экзамен, но самое главное, что останется, это мои лучшие друзья, которые я получил в процессе этого служения семье, там, практикуя в таких условиях, это терпение, постоянство, непривязанность, истинная самодача в этих условиях даже, и эти качества позволят мне в конце жизни очень глубоко еще сильнее сосредоточиться на баджане, еще сильнее уйти в свою глубину йоги, то есть я, знаешь, буду еще более зрелым, вот, поэтому я захотел пройти этот опыт, такого контраста, от чего, можно сказать, от, как бы, избегал, трекался, я понял, что мне нужно это пройти, безусловно, в какой-то момент жизни своей, и понять, что я могу этого удерживать, равновесие, вставать ударом, практиковать так же, и, может быть, в других декорациях, там, да, в кругу своих близких, там, и в то же время я перестал делить разницу между бизнесом и духовностью, ну, в плане, что для меня это тоже зарабатывание денег, это для меня сейчас часть моего духовного процесса, потому что плоды эти я все равно трачу на то, чтобы создать равновесие вокруг себя, и чтобы еще сильнее погрузиться в башню, обеспечить всех, чтобы никто не парился ни о чем, чтобы никто меня не донимал, чтобы я полностью мог выйти с подлияния ямы и не ямы, да, нет никаких расстройств, обязательств, что что-то кому-то я что-то не отдал, все довольны вокруг, и ты создал классные для себя условия, как Рупага с вами говорит, вот, переживи Югтовой Раги истинный, если нужен самолет, частный джет, чтобы летать в Гималайи, там, и переживать спокойствие, почему бы нет, не для того, чтобы там самоутверждаться, да, в этом, а именно, ну, задействовать, и мне захотелось пережить другую крайность, да, какую-то такую, вот, именно, и в то же время, вот, я сейчас на протяжении вот этих уже, там, десятки лет, да, с этого, 12-го года, может, прошло там сколько, много лет, и, в принципе, я вот выбрал этот путь такой семейной жизни, и хочу сказать, что ничего не поменялось, да, ну, я все равно и сплю на полу, вот, реально, я всегда сплю на полу, я ем один раз в день, ну, я не знаю, на что там деньги потратить, войдешь, там, все в пластиковый мир, там, ну, купишь, там, что-то покушал, там, все, ну, то есть, я все время фактически в одних и тех же шорках, штанах, ну, и на юге, то есть, здесь не принято, да, там, как-то самоутвердаться, как что-то показывать, что-то, ну, все равно я живу один, как вот в простом режиме, да, несмотря на то, что там что-то я, может быть, и начал что-то зарабатывать, что-то делать и в какой-то другой контрастной среде жить, да, в отличие от той, вот. Ну, хочу сказать, что интересный опыт. Прости, я немножко добавлю пикантности для понимания того, что тебе и правда удалось отстроить ряд проектов, у тебя есть довольно много землисич сейчас, у тебя есть лакшери-магазин в лакшери-месте на Бали, ну, то есть, потому что для аудитора, я сам-то не знаю всего, я просто, ну, как бы из тех вещей, которые более-менее известны, они на поверхности, чтобы у них было понимание того, что ты действительно в другую сторону, маятник там, он не кочнулся. И ты знаешь, у меня есть такой немножечко с подковыркой вопрос, но я не могу не спросить, как человек 3 года в свое время поживший в монастыре и сейчас вот уже какой-то там 7 год женатый с двумя детьми. Скажи, а где было сложнее с точки зрения контроля ума и с точки зрения обнаружения самых разных каких-то вещей, а-ля там вожделения, гнев, злость, вот там или в семейном кругу? Вот какой твой опыт? Где из тебя больше вот этого нутра и всей вот этой вот обратной стороны медали повытягивало? Семейная жизнь, особенно первый год, когда у тебя ребенок появляется, вот, и вот это время первой, да, такой неизвестности, да, ты сам фактически родился как отец, потому что дети рождаются, нас как родители. И вот это состояние такое, да, для тебя все новое, у тебя нет времени, не надо что, у тебя не хватает времени делать свою практику, тебе нужно посвящать своей семье, ум привязан каким-то своим механизмам, саданой практики, тебе нужно все этим жертвовать, переключаться там, просто папу помой попу, хрики, ты там идешь и бросаешь там свою практику, и ты понимаешь, когда ты это делаешь, ты получаешь больше удовлетворения, состояния, да, чем ты там это делал бы, сидел бы в медитации бы. И вот эта борьба, да, перехода, да, она обычно длится 3-4 года, не сразу как вот, не сразу после зимы наступает лето, то есть есть переходный момент, сезонный. И вот у меня он длился 3-4 года, меня так немножко подколбашивало, да, безусловно, я пытался как-то адаптироваться, потому что я все время как волк жил один, тут, когда ты живешь с женщиной, с очень красивой тем более, да, которая жила все время в такой роскоши, ну, в своем каком-то таком мировоззрении, вот, и... Ну, она тоже занимается йогой такая, да, но все равно она зачата в другом мире, и большая разница в годах, да, там у нас, я там, ее старше практически там на лет 16, вот, это я думаю, с другой эпохи, да, и человек. И как-то вот находить этот вот... Поскольку задержка идет, у меня нет возможности иногда вот в нужный момент, как в беседе бывает, знаешь, как бы подхватить, сказать эту вещь. Ты мне напомнил одну историю из Шиманбхага в этом, по-моему, это был Саубари Муни, который медитировал под водой очень долгое время и достиг таких мистических сил, что он находился там реально долгое время. И... Ну, ладно, нет, подожди, эта история не будет в чистом виде твоя, потому что там его привлекла конкретная вещь, он воспылал огнем именно вожделения, ему захотелось всей этой истории, у тебя была другая мотивация, другая причина. Ну, мне просто сейчас вспомнило, что он пришел тогда во дворец, и ему хотелось просить руки одной из царевин, или как это называется, дочери царевича. И тот, ну, как бы похихикал, ну, притом, ну, как бы с уважением, потому что все-таки он понимает, какая там сила мистическая, что может и проклясть, и как бы отреагировать недолжным образом. Поэтому он так, ну, как бы мягко, деликатно, но обозначил, что господин, ну, вы, как бы вот, на вас кожа да кость, и то от соприкосновения долгого с водой вот уже... И он использовал значительную часть накопленного благочестия, чтобы преобразиться, чтобы стать таким юнцом, и он взял в итоге много дочерей, которые сами пошли к нему мгновенно, увидев такого красавца. Короче, все, что... Единственное, для чего я вспомнил эту историю, Шмадбага в этом, просто потому что мне вот представилось, как ты в том сознании, в котором ты находился до этого, ты общался в основном с мужчинами, со скетами. Это совершенно определенный тип сознания, тип ума. И представить, что тебе нужно после этого, в 38 лет, оказаться вот в этой коробочке, где ты соприкасаешься с девушкой, женщиной, которая имеет вкус естественный для женщины, зачастую к роскоши, комфорту, к каким-то потребностям, которые есть в уме. И вот я, если честно, если бы мы не общались с тобой к этому времени, я не знаю сколько, час, полтора, два, я не знаю, как, как. То есть это просто два разных полюса. Они абсолютно нестыкуемы. То есть то, через что тебе нужно было внутри пройти, чтобы как-то начать адаптироваться в этой жизни, я просто не представляю. Ну, то есть у меня малюсенький мой опыт есть. И я сейчас пытаюсь помножить вот как бы те исходные данные, которые у тебя были, чтобы из огнида в полном, знаешь, вот оказаться в этом мире. Я не понимаю, как тебе удалось. Ну, переход был определенный, это же не сразу же. И у меня были огромные... Я был полностью антисциален. Когда она меня встретила, я был человек, был без документов. У меня были дреды по икроножной мышце. Вот такие вот колтуны, как у собаки. Огромные, все спутанные такие. Есть фотки такие вот. И я фактически... И она со мной вот так вот, знаешь, тоже как... Такая, знаешь, ну, как принцесса, да. Но она... Может, я был очень контрастный такой, да, персонаж. И она привлеклась, возможно, этим, да. И есть даже фотки, где мы все такие все в этом... Я ей учу ее пеплом обмазываться. Мы все такие в пепле там. Мы уходили в джунгли, я утаскивал ее. Мы там жили где-то на водопаде по месяцу у костра просто. Вот в гакарне есть этот... В Випхуте. В Випхуте водопад. И туда наверх еще поднимаешься. Километра три туда, далеко, в горы туда вот. И там мы сидим. Копры лазят, знаешь, здоровые шакалы какие-то. Чипли, бин там, я принесу какого-нибудь жука какого-нибудь, знаешь, такого сверкающего, как брокку, знаешь, так. О, говорю, смотри, можно его приклеивать. Но он уже тело оставил. Но смотри, какое у нее тело классное, сверкающее. Потом там шкуру змеи, знаешь, тут ее сбросило. Я говорю, можно украшаться там. И мы так сидим, знаешь. Ей, конечно, может быть, все это было в контрасте. Потому что, ну, она там в Норвегии долго жила. Там была такая очень модель такая, да, очень. И она тоже от этой жизни такой, да, пластмассовой тоже была в каком-то перенасыщенности. Ей, может быть, привлек на образ в тот момент. Но я ничего не мог ей дать, потому что я человек был полностью неопределенный. Знаешь, вот как Шива такой, что я могу дать? У меня вообще ничего нет. Птица и птица, нечем удивиться. То есть, никакого будущего нет вообще. То есть, нет даже документов, да, чтобы не идентифицировать как-то. Но какая-то такая внутренняя любовь, да, и вот надежда по отношению к другу нас склеивала вместе. И потом, я ей говорю, поехали в Дималайо. И мой дом. У меня там домик есть. Помнишь, про который я рассказывал? На камушке я там сделал когда-то. Я там говорю, электричество проведу. Там его нету, но я тебе сделаю электричество. Я говорю, ну, то есть, чтобы ее заманить, я помню, я говорю, я сделаю электричество, в этот домик проведу, там будем жить. Знаешь, не то, что там будет машина, а что-то еще. Я говорю, я в тот дом. Для меня было понимание, что я, знаешь, вдохновлю человека тем, что я в Дималайо, и будем жить с классными видами, у нас будет электричество. Я помню, я взял мешок гречки, она такая вообще ничего не понимает, что происходит. Сырой притащил, подсоединился к этому столбу государственному, протянул провод, там километра два. Знаешь, ну, конечно, без счетчика провел все-таки этот свет, такой счастливый, говорю, у нас будет миксер. Такой принес миксер, такой, знаешь, что-то. Для меня свет в Дималаях это было что-то. Говорю, даже можно заряжать здесь что-нибудь, компьютер смотреть даже. Ну, интернет, конечно, нет никогда, но зато можешь что-то вот выучить. Вот. И мы забеременели, так сказать, и уже начался где-то шестой-пятый месяц, и ей приходилось в горячем источнике мыться, ну, как-то все это переживать, всю эту, она всю эту мясорубку со мной прошла, можно сказать, такой вот в холодной воде, вот. Я не знаю, что ее держало. Ну, конечно, немножко она так начала уже, гормональный фон в этот момент женщины немножко фрустрирует, да. Она так очень тоже переживать начала, я тоже пытался как-то все это уравновесить. Она говорит, ладно, я поехала, у меня виза заканчивалась, и она говорит, я поеду к родственникам домой. Мне надо съездить домой, и я приеду. Тут она уезжает, и я уже думаю, надо найти место, где мы будем рожать. Когда она прилетит, мы на юге будем рожать. Я думал, такой сейчас бассейн там сделаю, такой все, будем в воде, лотосное рождение будет у нас, там какой-то дом снял уже, знаешь, в цветах, и что, и она должна прилететь, и тут ее не пускают. Самолет, она ее, вернее, из Берии не пускает. Она просрочила визу, не просрочила, а что-то у нее с визой было, что-то она ее как студент задекларировала, и она попала в черный список. И ее беременную на восьмом месяце не пускает из аэропорта. Я не могу ей помочь, потому что у меня тоже документов нет. И я ей говорю, я через месяц к тебе приеду в Россию. Говорю, не знаю как, но я приеду. Жди меня. Дальше история очень мистическая. Я не буду ее рассказывать, потому что она такая больше для... Ну, не для масс, имеется в виду, потому что это реальный трэш-контент. Вот, может, я тебе потом лично расскажу, как я попал, потом обратно. Я просто... После того момента, когда я не послушался твоего совета и попросил, чтобы ты рассказал, и была вся эта история с переломанным органом, как часть посвящения, я просто не знаю... Это не у меня, это не у меня. Я говорю, что... Я понимаю. Я понимаю, иначе бы ты не зачал ребенка и не воспитывал бы его ныне. Вот Леонид Кочетов, я уж не знаю, друг или знакомый, или ученик, просит рассказать. Ну, да. Если это что-то прям такое интимное... Ну, просто если это в записи, я не могу рассказать, потому что есть всякие нюансы такие определенные. Понимаю, понимаю. Была огромная история. Через проходы, через горы, через разные границы я пытался как-то выйти, потому что у меня же не было ни документов, ничего. Это куча разных нюансов. Короче, я просто пообещал, что я приеду к тебе через месяц. Жди меня. Я приеду к тебе в любом случае. И тут у меня выбор стал. Моя Индия, в которую я 15 лет не выезжал, все мое вот это вот родное гнездышко, все я знаю. Если я сейчас выезжаю, все, я назад уже больше не возвращаюсь. Все. И мне нужно принимать решение от всего отрекаться ради того, чтобы... Ради женщины вытащить ребенка там, да, и ради своей будущей дочки. Или я сижу здесь, и, короче, они сами там как-то разруливают ситуацию, потом приезжают. И я такой думаю, что ему надо проявить морскую стержень свой. И я пообещал, сказал, отрезал. И такой, все, бросаю. И так я вышел как-то из Гакарны, оставил все эти проекты индийские свои и поехал в Россию, можно сказать. И приезжаю после многолетнего опыта. Это был, конечно, контраст для меня. Я ее помню еще при Ельцине. Тут уже совсем другой режим. Мировоззрение. Я так подумал. Ну, мы их благополучно. Я отрезал пуповину ребенку, да, там все, как бы, по всем правилам принял роды. Это было в Брянске. Я добрался. Это была уникальная история, потому что я действительно расскажу тебе ее потом отдельно. Она очень интересная. И там реально мистика просто. По-другому просто было бы невозможно на такое решиться. Это в стиле такого этого есть персонажа. Как же вызвали? Книга очень известная есть. И фильм по нему сняли. Жил в 80-х годах. «История Пи» или… Не-не-не-не. В Индии парень жил в 80-х годах. Недавно фильм по нему сняли даже. «Джарам», 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 по-моему, или как-то так. «Атмарам». Нет, не «Атмарам». Как же звали его? Не смотрел. Но если «Атмарам», я бы не удивился, если в конце… Нет, нет, «Атмарам». Какой-то фильм? Как это называется? «А, Шантарам». Точно, «Шантарам». Это знаешь, это в конце была бы песня. Это просто был бы сейчас готовый сценарий фильма, когда и потом сняли фильм «Атмарам», это знаешь, когда… И тут Каруна вспомнил, что это была съемка его собственного фильма. Но «Шантарам» я увидел уже позже. Я «Шантарам» недавно совсем посмотрел. Я слышал о нем. Была толстая книжка какая-то. И сам фильм увидел позже. Но и в целом потом я оказался в России. Дальше мы уже после этого поняли, что нужно дальше что-то делать. И я поехал на Красную Поляну, попытался как-то в России адаптироваться. Но понял, что у меня еще столько же лет, чтобы свои мозги переключить в российское измерение. Я думал, обратно в Индию. В Индии меня не пустили, потому что они знали, что я все это время был без этого, без документов. И мне потом пришлось поехать на Бали. Потом я все восстановил, конечно, и все в Индию. У меня теперь есть возможность съездить. Очень хороший микс, где есть возможность и для отречения, и для роскоши. Они такие очень хорошо, бок о бок идут на Бали. Оба этих аспекта. Поэтому я даже не удивлен, что в итоге... Слушай, я не могу не поделиться. У меня в моменте здесь тоже много чего происходит. У меня последние, наверное, полчаса уже активно звонит жена, и похоже, что это вот тот случай, когда мне нужно будет остановить то, что приносит мне сейчас огромное удовольствие в сердце. Я уверен, что те, кто, несмотря на то, что обычно мы общаемся где-то час, похоже, что это все перешло какие-то всякие границы. Но как здесь можно было остановиться? Ты, на самом деле, не рассказал главное про Йобу. Да, да, да. Я чувствую тоже неполноценность, потому что, к сути, рассказать про Йобу более детально, вообще я тут просто про себя рассказываю. Но ты сам меня на это вынуждаешь. Я тебя на это вынуждаю, потому что я стараюсь во время эфиров гостям не позволить спрятаться за своими проектами, за своим служением, потому что все равно мы делаем этот шаг в веру и в общение с Богом. Но когда мы общаемся с конкретным человеком, через него как личность. И то, что это так ушло, ну как, ну невозможно было остановиться. Хотелось пить это, вновь и вновь слушать об этом. Но давай тогда сделаем дань уважения. Я просто сейчас еще в таком месте интересном, оно, как бы выписать. Здесь 12 колонн, оно по кругу, такое, знаешь, поле не то для занятий йогой, не то для киртана, может быть. Там есть очень красивое изображение, очень извояние, божество. Неподалеку, позади от меня Гвардхан. И вот я сейчас посмотрел на него, просто давай шаг такой, фаст трек. И вот каким-то образом, через все эти жизненные перипетии, которые у тебя были, через все эти события и самые разные уроки, и все совершенно дивные волшебные истории, которыми ты сегодня поделился, чем это было для тебя в рамках твоих отношений с Богом? Как тебе удалось в моменте, когда столько вокруг было мистиков, йогинов, которые поклонялись имперсональному аспекту Бога? Они не признавали личностную форму. Причем, более того, в середине эфира или в начале ты сказал, с чего я буду ограничивать Бога? Ровно этот аргумент, они говорят про то, когда мы упоминаем, что у Бога есть форма. Они говорят, с чего вы ограничиваете Бога какой-то одной формой? Ты точно так же говоришь, да нет, с чего вы ограничиваете Бога тем, что приписываете Ему только какой-то образ облака без имени, без форм, без качеств? Нет. Есть ли ШТДФ, он является в разных формах, он доступен, можно вступать в взаимоотношения как с личностью. В общем, где все это время был для тебя Бог? Насколько тебе удавалось удерживать его в центре? Насколько удается сейчас? Была ли на самом деле по факту вот эта разница между тем, когда ты жил или, может быть, живешь в таких куда более роскошных условиях, там на Вилле, на Бали, имея свои какие-то возможности для того, чтобы использовать материальную энергию, в том числе в служении людям и Богу, и тем, когда это было там? Вот насколько тебе удавалось Богу удерживать на первом месте? Давай прям прыгнем сейчас туда и хотя бы немножко времени еще посвятим этому. Ну, я скажу, что Махамая – это великая гуру Деви, которая постоянно тебя испытывает и дает тебе разные обстоятельства, чтобы заточить твою преданность, проверить тебя, насколько ты помнишь об истине. И создается контраст постоянно. Как только я возомнил о себе, да, что-то, что я там чего-то достиг, самоутвердился, и не дай бог там я себе придумал, что я там Шива уже, что я там осознал, и тогда сама Махамая проявленная такая «Ты Шива? Ты что-то понял? Ты безграничная я? Я сейчас тебе устрою. Давай потанцуем со мной. Ты мой муж? У меня только муж один Шива. Ты тоже хочешь? Давай. Я посмотрю, держишь ты его сейчас. Так, через парамат, ну раз, жена, ну-ка скажи-ка ему что-нибудь. Вот, и сразу поменялось что-то. Или какое-то обстоятельство, или что-то еще. И такой раз, сердце такое, оп, и откуда. Все-таки реагирую на что-то. И вот это микровещи, но вот есть разные обстоятельства, да. Сейчас, допустим, я там строю два больших проекта, да, на Бали одновременно. Это куча разных моментов, разрешений каких-то, да, каких-то команд, постоянные какие-то подмены понятий, новые законы какие-то всплывают, которые полностью будут рады в твой ум, да, и там, ну, огромные средства уже вложены, все это крутится как-то. И вот на фоне вот этого контраста, да, безусловно, появляется какой-то вызов, да, и ты это все сразу же трансформируешь. Потому что у йогина есть понимание, что все это является уроком. Поэтому йог, он освобожден от кармы. Он, все, что с ним происходит, он все это преобразовывает, как учение и как понимание и своей практики, и проверка своей преданности. Поэтому для меня вся вот эта суета, которая меня окружает, и те обстоятельства, которые меня тогда окружали, я все время их вот этой красной ниточкой продерживаюсь. Потому что, ну, у меня есть группа рампера, я продерживаюсь не myself там, а всегда меня мои учителя, они как бы так держат какой-то как маячок, ориентир, да. И мне легче, да. Я сел в паровоз и поехал. Я не иду там сам по джунглям, да, не являюсь там, там я сам все найду, я сам все понял. Если я хочу зайти на Эверест, то мне нужен обязательно шерк, да, или какая-то карта, чтобы туда зайти. А тут я хочу понять свое истинное я. Безусловно, свою душу, свои отношения с истиной. Безусловно, мне нужен путеводитель. И я придерживаюсь, да, учения Шичитани Махапурадуа, Чингеки Даттва, одновременное единство и различие, которое позволяет мне видеть и безличный аспект, да, и личный аспект. И когда я вижу, как в Губуде, да, люди там, допустим, они погружены в какой-то имперсональный концепт своей жизни, да, и в целом я их не сужу, да, я просто понимаю их, и на меня, я уже видел столько йогинов, что их не философия, да, все новшества, они на меня, ну, не действуют, да, особо. То есть я понимаю, что это часть нашего большого слона. Ну, держит чувак за хвост, ну, отлично, там, кто-то за хоба, кто-то за хоба. Ну, ты более-менее видишь целостного слона и принимаешь их всех. Но тоже понимаешь, что душа есть душа, и он немного больше, чем хвост и нос, или даже своя шкура. Вот. И я все время это вижу, поддерживаю это, вот, общаюсь с теми, кто пропитан этим вирусом, в акте, я нахожусь в линии группы Гасвами, постоянно культивирую это. Для меня это очень важно, вот, личные отношения с истиной иметь. Потому что это намного слаще, намного приятнее. Ну, я не могу сказать слаще, потому что я попробовал то и то, и все равно я осознал, что личный аспект истины, он многогранен. Потому что все равно они все потом начинают заниматься благотворительностью. Все равно все потом спускаются, опять им нужны какие-то отношения. Когда ты отношения строишь с удовлетворенной истиной, безусловной красотой, которая, как танцующий наблюдатель, постоянно проявляется в этом мире, со своей шахтой. Это очень сильно вдохновляет тебя. Это вечный танец, который ты созерцаешь. Он у меня даже ведь... Это, кстати, настоящая картина. Вринда Ван Дас нарисовал. Он ее рисовал где-то около года. Он одевал ее на такой... Рада Кришна, мы перейдем вместе. В принципе, это мои штадевоты. Поэтому я все время держу свое внимание. У меня все время Гирираж тоже. А, на протяжении всего этого времени у меня всегда был Гирираж с собой. Поэтому он был как Харидас, великий преданный, и в то же время сам Боговам проявленный. Может быть, я ему не всегда делал пуджу, настолько, как это предписано, но в сердце я все время почитал, все время ставил на самое классное место в своей комнате, все время держал внимание на нем. он проходил, я проходил на него, он на меня смотрит, я на него. Это такая Удипана, которая... Ну, даже не Удипана, это сам Боговам. Я надеюсь, кто-то сейчас понимает, о чем я. И в целом на протяжении всех этих лет все время со мной был Гирираж. Ну, и сейчас у меня тут есть. Да, я чуть-чуть буквально переведу, потому что будет обидно, если после удивительной лавстории начался язык духовной тригонометрии, и тут началось, знаешь, типа, нет, вы меня теряете. Гирираж, вот то, где я сейчас нахожусь, место называется Гвардхан. Корун отсылал к группе Госвами, и вот его вечный спутник сонат на Госвами, они написали замечательные труды, там в том числе упоминается про как бы следоточение святых мест, и вот Гвардхан одно из тех, где удивительные деяния Господа проходили. И здесь есть этот святой холм Гвардхан, и вот то, куда я сейчас смотрю, вот в этом месте, там как раз есть это изображение, где Кришна, как верховная личность Бога, он удерживает на мизинце этот огромный холм, защищая деревянских жителей, которые сбежались под него, там отдельная история об этом рассказана. И считается, что этот холм, он не отличен от соприкоснений с Господом, он не отличен по своей энергии, по своей возможности вступать в отношения, поэтому можно взять благословение учителя, или не взять, обычно его передают, небольшой камешек, он может быть разных форм, вот Гелерадж, которым отсылает Коруна, тот самый камешек с холмом Гвардхан, который был все это время с ним, и в такой как бы личностной форме, он был рядом для того, чтобы не абстрактно кому-то адресовывать свои молитвы, а вот именно туда, к нему. И что пропадал, интересно, один из учителей святых современностей, не так давно оставивших этот мир физически, он описывает этот пример как с авторизованными почтовыми ящичками, что где бы, в каком бы странном месте этот почтовый ящик не был, там на каком-то столбе бы не висел, если он авторитетен, то отправляют туда письмо, оно непременно доходит до распорядительного центра и дальше до свода ресата. И то же самое здесь, то есть поскольку это как бы узаконено самим, самим Господом, такой процесс личностного взаимоотношения со своим преданным, с йогом, с тем, кто поклоняется ему, то он может в разных формах проявиться специально для того, чтобы у йога была возможность очень четко направлять свою молитву, очень четко выстраивать свои отношения и постепенно он, эта форма становится, ну, как бы живой для него на уровне сердца. Вот про те микровещи, о которых сейчас сказал Каруна, он начинает видеть синхронизацию мыслей, отлика от того, все те уроки, которые к ним приходят, что эти уроки несут для него, то есть это прям становится реальной такой школой жизни, где вот в этих личностных отношениях проявляется все то лучшее, что мы ищем в конечном итоге любовь, которую мы все хотим испытывать. Прости, я что-то надолго взял микрофон, но чтобы немножко контекст описать того, где мы оказались в конце, спасибо большое, что ты ты знаешь, как Шилов Ясадева, когда он создал, не создал, когда он написал веды, то удивительным образом, написав колоссальный труд, величайший труд литературный данное человечеству, он испытывал неудовлетворение, и когда его учитель проходил мимо, как раз вот рядом с тобой, и на все это время была, этот инструмент такой музыкальный и пролетал для простоты восприятие проходил мимо народа муни, и он говорит, ты что, значит, несчастен, ну, как бы, немножечко так с подковыркой, а тот описал все, и арку, как в этом мире наслаждаться, и перед этим дхарму, да, как следовать своей роли, своему предназначению, и как результат этого получать вот какие-то ресурсы, блага, и даже мокшу, и отречения, но все равно вот у него не было этого полного удовлетворения, и тогда проявился, он подсказал ему, что ты не сделал главного, ты не прославил вот эту божественную чету и того изначального верховного бога, который корона позади на этом изображении, и тогда родился Шимадбхага, вот эти 18 тысяч стихов, упоительное, удивительное произведение, сколько там, 12 томов, по-моему, да, и там раскрывается огромное количество вот этих историй, где в разных формах проявлялся Господь, и в разных отношениях разные йоги, разные преданные, разные обычные люди, потому что еще раз вся суть боговадгита, она сводится к этому, что как раз тебе не обязательно, вот тут были те, кто писали сегодня, но очевидно я не смогу как корона там уколоться этим шипиком скорпиона, чтобы должную дозу я не кололся, я его втягивал через дым еще знаешь, чтобы не было людей какого-то неправильного понимания от этого, или какие-то алхимические процессы, рассайны, которые могут поддерживать тело, есть очень много из тех, кто здесь присутствует, вот они перечисляли вначале кто-то из, ох, господи, сколько за это время комментариев было, кто-то из Твери, кто-то из Новосибирска, кто-то из Дубая, кто-то из Сталина, кто-то из Гамбурга, кто-то из Люберец, кто-то из Волгограда, и мы все, вот кто-то из Израиля, Дубна, Украина, и так далее, и так далее, Харьков, Иваново, Казань, Минск, и мы каждый находимся в своем каком-то этом маленьком мире, где, ну где мы, и где все то, что описал Коруна, но в этом и сладость Гитта, в этом сладость отношений с Господом, что он говорит, нет-нет, ничего не меняй, находись там, где ты находишься, но вот как я описал Коруна, имей, имей эту форму, имей это изображение, имей эти личностные отношения с Богом для того, чтобы в идеале каждое свое действие посвящать ему, это буквально, это же, по-моему, соседние стихи там, да, вот это 9.26 мы цитировали, он был как раз про поднесение плод, немножко воды, листы, я приму это, а следующий за этим был, как там, яд короши, яд дашнаши, яд джигоши да даши, яд топаши щекунта, яд такуруша мадарбана, что бы ты ни делал, о чем бы ты ни думал, какие бы ты жертвоприношения не завершал, в какой бы бухгалитной действительности не участвовал, делай это все как подношение мне, и вот Господь, он такой, вот на примере Коруны, это интересно сегодня было увидеть, что он как бы чем-то маленьким его соблазнил, но в итоге Коруна рад отдавать ему все, и он говорит, ну что я могу с этими миллионами сделать, вот у меня есть там рубашка, шорт, вот у меня есть моя практика, это то, что я в конечном итоге унесу с собой. Слушай, извини, это вот как-то спонтанно в ответ родившийся отклик на то, что ты не спрятал главного, и я благодарен, знаешь, на самом деле я благодарен, потому что ты, безусловно, мог бы весь эфир посвятить именно этому, но тогда бы мы не узнали что-то, что, может быть, на нашем уровне понимания легче переварить. Мы соприкоснулись вот с этим твоим опытом живым, с твоей живой историей, мы прочувствовали к этому симпатию, вдохновение, реальное, потому что, ну как можно не восторгнуться вот всем тем, что ты описал, но при этом тебе удалось жить все это время, держа Бога в сердце, и хотя внешне какой-то фасад менялся, сама суть, твоя практика, твои отношения, то, куда ты в конце хочешь пойти, они оставались неизменными, поэтому спасибо тебе огромное за это. Я не знаю, если кто-то... Я буду рад, может быть, уже в следующий раз, потому что там есть вопросы, занимаюсь ли я крия-йогой, да, я занимаюсь крия-йогой, это регулярно, я бы хотел бы прояснить потом, может быть, уже не сейчас, что такое кундалини, что за холодный ядерный синтез в нашем теле, как его синтезировать, как иметь долголетие, потому что очень важно, чтобы тело было здоровое, потому что это инструмент, это лодка, через которую вы, с помощью которой вы переплываете океан материального существования, и ваша концентрация зависит напрямую от ритма дыхания, насколько вы хотите постигать Бога в безличном или личном аспекте, всё равно вы будете использовать один и тот же инструмент, поэтому тело должно быть в равновесии, ум быть в полном умиротворении, и внимание быть обострённым, одонаправленно. Это как научиться стрелять из лука. Йога — это не религия, это как научиться учиться. Если ты научился концентрироваться, не отвлекаться, то ты во всём начинаешь достигать успеха. И сама йога, Патанджали, он не говорит как определённую цель йоги, он говорит это как средство для достижения, но в то же время йога является самой целью. Но вначале это как средство, как научиться стрелять из лука. Если научился стрелять из лука, то ты можешь попадать в любую цель сразу же. Если научился концентрироваться, твоё тело здоровое, дыхание умиротворённое, внимание одонаправленное, это очень хорошие возможности и как трамплин для того, чтобы погрузиться по-настоящему, даже, может быть, в какую-то камамиджарбак, если кто-то преследует здоровье или какие-то в этом мире какие-то олимпические ценности, ценности лимбической системы головного мозга, там самоутвердиться, там побольше еды размножиться, тоже даже йога в этом может помочь. Но, безусловно, это намного больше, потому что я использую йогу именно для того, чтобы мне ещё больше уйти в понимание практики, в концентрацию, в осознанности. Я использую крию безусловно каждый день, у меня где-то уходит, сейчас скажу, так, махамандра шестнадцать, пять, шестнадцать, часа два с половиной точно, но это шавасана где-то часа три, у меня где-то уходит часа полтора тока на дыхание, на крию, ранним утром, это уже после махамандры, а так я просыпаюсь у меня сразу же, повторяю, потом уже я начинаю пробуждаться и уже на рассвете кишечник почистил всё и начинаешь уже менять газообмен кислородный состав, именно повышать уровень углекислого газа в организме, перепады давления в лёгких создаёшь, открываешь полностью все альвеолы, шарики газообмен, увеличиваешь площадь захвата кислорода, меняешь диафрагму, такой стандартный йоговский дыхательный коктейль и на него я уже накладываю технику, связанную с гиперкопней и повышением углекислого газа, что расширяет мои сосуды и, безусловно, начинает повышать уровень концентрации присутствия, которое потом я инвестирую опять в хатха-йогу, чтобы подсел всё это запустить и после опять я читаю опять мантру. Но в целом хочу сказать, что момент кри я тоже использую, когда я делаю задержки дыхания и я расскажу, как задержки делать правильно, как из них рождать заряд кундалини, жизненные силы, потенциал, как сжимать атомы водородов в своём теле, что это такое, что кундалини это не просто змея какая-то там под копчиком сидит три раза свёрнутая и ждёт, пока вы там про чаку подумаете или там что-то внутри себя вообразите. Это безусловно ядерная реакция основана на холодном ядерном синтезе и как она сжимается, какие мышцы в этом участвуют, как я это делаю, я могу об этом тоже уделить своё внимание, рассказать более технические моменты. Сейчас я так немножко про историю, про свою, вот так, может быть, это было интересно. Ну, с пониманием йоги я безусловно хотел бы вам нарисовать быкарку, с чего начинать и куда надо идти. Когда у вас появится целостная карта пути восьмиступенчатого процесса, вы нигде не засыпали по пути и чётко следовать инструкциям, по которым мы прошли уже тысячи йогинов. И в йоге есть такое понятие проман, истина, да, вот когда йоги общаются между собой, они называют такой ты проман. Что, что я говорю, любое моё слово должно основываться на промане. Я должен доказать это. Как бы за базар в йоге нужно отвечать. Я не могу просто так говорить. Поэтому проман в йоге основан на четырёх позициях, я считаю. Ну, есть понятие, что на трёх, но я считаю, на четырёх. Как у табуретки четыре ножки, так же и у истины есть четыре ножки. Первое, твой личный опыт, да, который ты прошёл, и это показано в твоём здоровье, в твоём равновесии, что йога, вот ты являешься кейсом сам, непосредственно этим всем. Это первая часть йоги, да. Вторая, это, потому что, если я, допустим, учу зарабатывать деньги, но сам не имею миллиона долларов, как я могу учить людей, да. Если я сам людей учу йоги, но сам не достиг успеха в ней, не просто в асанах, а просто в ритме дыхания хотя бы, это не йога. Поэтому человек сам должен самореализоваться в йоге, получить какие-то основы, хотя бы там тазовую симметрию пройти, там какие-то подружиться силой гравитации, центра тяжести раскрепостить, чтобы какую-то основу сделать. Второе, это опыт твоего духовного учителя и кейс его всех других учителей, то есть, многолетний опыт ученической приемлемости, что это вот тысячи лет постоянно по этому пути прошли миллионы йогинов, и они все достигли успеха. Это тоже вдохновляет и сила слов твоего духовного учителя не расходится с твоим опытом. Синхронизация обязательно. И когда ты видишь, даже любой даже скептик своим логическим умом подумает, за последние пять тысяч лет имя йоги не забыто. много разных изнов, каких-то всяких религий, концепций ушли и ушли в непроявленное, а имя йоги до сих пор осталось, потому что санскрит, он как блокчейн, его нельзя подменить, целостная система, размноженная везде, и по этому пути очень много прошло. И вот третий проман это священное писание, что это должно обязательно быть в священном писании тоже. Твой личный опыт должен иллюстрироваться священными писаниями и опытом твоих учителей. И четвертое это научные современные исследования, медицины, метафизики. И когда они вместе все совпадают, это называется пароман. То есть это вот на то, на что можно опереться в этом мире болота, иллюзии разных псевдофилософий, каких-то там всяких высказываний, теорий. Вот эти когда вам кто-то что-то говорит, влечите в этом пароман четырех вот этих позиций. Имеет ли человек, его учитель основанное в священных писаниях и современные исследования, как об этом говорят. И это пароман в йоге. И вот моя йога, то, что я буду делиться, она будет основана на паромане. Поэтому я думаю, уже на следующей встрече я расскажу подробности. Я понимаю, что сейчас уже не так много времени. давай, знаешь, как сделаем. Друзья, все те, кто оставляли вопросы в зуме, вы, пожалуйста, перенесите их в комментарии к последнему посту в пространстве «Вдохнись жить по-новому». Это будут некие такие маячки, подсказки о том, что вы хотели бы услышать. У Каруны есть замечательный канал от Марама-йога, где он может вот именно вот этот как бы йогический аспект пути и каких-то техник и тех вещей, которые он сейчас в конце перечислял. Хотя сейчас он просто объяснял сам путь того, как человек знающий или говорящий то, чем он должен подтверждать свои слова. Это как бы об этом. Но вот то, что касалось каких-то техник дыхательных речек кумхака, любые виды манипуляций с телом, активизации жизненной силы кундалини. Вот все, 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 вот это вот, что нужно услышать от человека, который не застрял в этом, не помешался на этом, а сохранил и понимает как бы истинную цель того, куда ты предаешь. Это как техники для того, чтобы поддерживать тело, ну вот сколько мы там, 50 сейчас или чуть больше, как бы глядя на него становится понятно, что если только там по карме не положено оставить тело скоро, то он еще много лет сможет таким образом послужить всем вам своим знанием, поэтому можно туда, на канал к нему от Марама-йога пойти, и вот эти вопросы, которые вы напишите в комментариях, они позволят сформировать вот эту тему следующего эфира, и если хочешь, я могу тебе помочь раскрыть какие-то здесь вопросы, можем провести это уже у тебя в пространстве более глубоко, уйдя в йогическую часть, а со своей стороны я могу тебя лишь благодарить, потому что мы несколько раз прервались, я не знаю, сколько времени мы с тобой были в этом живом общении, но вот не будь сейчас садящегося телефона на солнце и жены, которая тоже садится, которой тоже нужна подорядка, то мне нужно прям бежать туда, помочь ей с детьми, но я тебе очень благодарен, я прям уверен, что участники тоже, друзья, если вам не сложно, то, что сейчас в зуме, оно, к сожалению, уйдет в непроявленное, как это назвал, коруна, если вам не сложно, то какую-то благодарность коруне и в целом какие-то реализации, которые вы выносите из этой встречи, вы можете смело вот в комментарии к раннему сообщению в канале «Вдохни жизнь по-новому» оставить, это будет приятным видеть ему, я буду рад услышать, что вам откликнул за сегодня, коруна, тебе же огромное спасибо за твое время, драгоценное, прям вот. Тоже благодарен, что, в принципе, ты меня так распаковал, я обычно об этих вещах не говорю, эти истории, их много на самом деле, да, и они могут быть бесконечные, и иногда они могут людей немного так смущать, обескураживать, или выводить их в какое-то такое непонятное состояние, и, может быть, даже наоборот отталкивать от йоги, потому что йога это аскетизм, какая-то крайность, вот, но, как есть, вот, я бы рассказал о своем каком-то опыте, безусловно, это невозможно дважды войти в воду, как будто так подражать, исследовать, потому что это был опыт того времени, когда немного цивилизация была другая, вот, поэтому буду рад более детально о биомеханике йоги, если интересно, там, в восьмиступенчатом процессе, как я это направляю на практике, задержка в дыхании, там, о том, как йога работает вообще в теле, что это постоянный контакт с тремя силами, которые присутствуют в настоящем моменте, это сила гравитации, сила атмосферного давления и сила внимания, одно касается тела, другая разума, третья души, и вот, как это все взаимокомпенсировать, я буду рад поделиться, привести равновесие, когда нас трое, мы в нас трое, когда тело, разум и дух вместе нас трое, и когда я настраиваю, это значит, я страиваю троих, в этом есть суть йоги, держать равновесие во всех сферах быть я, в изобилии, где бы ты не был бы. Руна, я чувствую, что мы можем это продолжать еще часа три, как минимум. Да, я понял, бесконечный поток, все, благодарю вас, рады, я не хочу совершать это преступление, потому, чтобы его прекращать, поэтому мы его не прекращаем, мы просто отдаем дань должному своим обязанностям, которые у нас есть еще в этом мире, обязательно вернемся к этому, в каком формате мы обязательно проявим это, или вот в канале «Вдохнижись по-новому», или на канале «Каруна, как сказал Читания Махапрабу, чем больше разлука, тем приятнее встречи, поэтому… Сто процентов. Входим в разлука сейчас и ждем встречи. Спасибо всем, кто был с нами. Счастливо.